Продолжение следует... Сегодня у меня прямой эфир о недвижимости. Все, кто мои коллеги, те, кто новички, те, кто обучаются, те, кто интересуются этой темой, то, пожалуйста, на прямых эфирах задавайте мне любые вопросы. Я буду вам потихонечку на них отвечать. Это поможет вам немножко двинуться вперед. Так, пока вижу, подключаются. Спасибо большое за лайки. 14 октября я планирую проводить семинары по недвижимости. Буду проходить в городе Пермасенс. Это земля Районфальс. Но пока статистика такая, что записалось 35 человек на семинар, но оплатила вот этот маленький регистрационный сбор, чтобы мы точно ждали этого человека всего 3. И, конечно, я думаю о том, пройдет этот семинар, либо не пройдет. Потому что мы не набираем группу. Много желающих было, приглашение отправили. Ну вот ждем 10 числа, уже будем окончательно спрашивать, кто-то приедет, не приедет. Если те, кто заплатили, если у нас группа не наберется, мы не будем проводить семинар, то тогда мы денежки вернем, регистрационный сбор, чтобы он не пропал. Я сейчас нахожусь в Германии, и поэтому мне можно провести семинар, потому что я прямо рядышком здесь. Как вы знаете, что я сейчас живу на две страны, в большей степени проводила время в Швейцарии, но сейчас появляется возможность забрать моего младшего сына. Вот мы сейчас ждем каникул. У нас каникул будет 20 октября. И после начала каникул мы уже переедем вместе с ним. Так. Как можно через вас приобрести дом, квартиру в Германии? Смотрите, давайте, этот вопрос довольно популярный. Давайте попробую вам рассказать об этом. Когда я выбираю какие-то объекты, вот как сегодня я выложила видео, да, такой непростой объект, четырехэтажный дом, на каждом этаже квартира, довольно хорошие квартиры. Когда я эти объекты выбираю, то я их покупаю по очень низкой стоимости. Ну, очень низкой стоимости. Но когда уже я их продаю, я же вложила в них уже свой труд, и эти объекты становятся уже дорогими. И поэтому я как бы не рекламирую свои объекты в продаже. Я вам просто говорю, что организовывайте, сидите на судебный аукцион и тоже купите там недорого. Там уж дальше решите. Потому что бывает я выложу какую-то квартиру, например, за 19 тысяч. И мне пишут, я хочу купить за 19, но она уже не стоит 19 тысяч. Например, вот в этой квартире за 19 тысяч мы уже сделали новую крышу, сделали утепление и так далее. То есть мы провели такую работу, чтобы эта квартира уже имела более высокую продажную стоимость. Поэтому заходите на ТикТок, смотрите, где я ищу объекты, как я их смотрю, какие сайты, ссылки и пробуйте найти на аукцион. Вы думаете, там что-то прямо такое страшное или какое-то такое особенное? Это очень всё мирно, спокойно. Зал судебных заседаний, где делают ставки на какой-то определённый объект и покупают недорого. Может, организуйте онлайн-семинар. Хочу принять участие, но ехать не получается. Моя тема, она не подходит под онлайн-семинар. Вот она не подходит. Я бы с радостью... Ну, в моём случае это невозможно. Я на семинарах не рассказываю то, что я рассказываю в ТикТоке. Там затравиваются более глубокие темы, как вообще этот бизнес работает, какое выбрать направление, куда двигаться, на чём можно больше зарабатывать, где нужно меньше вложения, налоги, 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 как вообще, например, быть на учёте в джоп-центре и заниматься недвижимостью. Вот такие разные моменты. Вольфганг, я тебя слышу. Поэтому у меня не подходит моя тема. Не подходит. На... Вольфганг. Вольф. Я тебя слышу, ты меня отвлекаешь, зая. Что? Ты меня отвлекаешь. Хорошо? Ну, ты пообщайся туда на первом этаже, потому что я тебя слышу. Хорошо? Добрый вечер хорошим людям. Вам тоже добрый вечер. Добрый вечер всем, кто пришёл. Очень хочу на семинар, но приехать сложно. Вот скажу вам так. У меня есть небольшая команда людей, с которыми я работаю. И как эти люди попадают мне в команду, как они становятся вот так близко со мной вместе, в работе, чтобы понять, как это всё происходит. Кто эти люди, да, кто попадают. Вот, например, я проводила, значит, семинар. И приехал мужчина с Польши. Он ехал 1300 километров на машине, чтобы приехать на семинар. Этот человек со мной теперь вместе рядом работает. То есть нет расстояний, когда ты что-то хочешь сделать. На семинар, когда я проводила его в Швейцарии, в июне месяце, приехала семья из Беларуси. Они ехали 1400 километров на машине в Швейцарии, чтобы участвовать в семинаре. У меня прилетают люди с Казахстана, с Нидерландов, с Дании прилетают. Ну, Швейцария тут, она недалеко, Испания и так далее. То есть все, кто хотели заниматься этим, хотят получить какие-то знания, они прилетают, приезжают. Это, ну, расстояние не влияет на то, чтобы получить знания. Можно долгое время думать, как приступить, как начинать и так далее. А можно один раз вот просто просидеть 8 часов, уложить в своей голове и сразу приступать действовать. Так, смотрю в Беларуси, но хочу купить, наблюдая за вашим видео. Смотрите, с белорусским паспортом, с украинским, с российским, все в Германии можно покупать. В Швейцарии вы не сможете, а в Германии можете покупать. Пока есть недорогие объекты, если у вас есть желание докупить, ну, не откладывайте, надо покупать. Потому что сейчас немножко рынок чуть-чуть просел, потому что высокие кредиты, но на нас это сильно не влияет, потому что мы работаем с дешевым жильем. У нас таких проблем нет. Хорошо, что есть еще недорогие объекты и довольно большой выбор. Я регулярно выкладываю видео, как я ищу объекты, чтобы вы могли тоже их поискать. Вольф Ганг, подойди ко мне, пожалуйста. Сейчас, минуточку, подождите. Тихо, тихо. Вольф, я тебя слышу. Побудь в комнате. Добрый день. Сельхозземлю вы не рассматриваете покупки на аукционах. Ну вот я свое мнение выскажу на этот счет. Надо же ведь не просто выгодно купить, да, но и выгодно продать. Вот я куплю сельхозземлю. Что я с ней могу делать? Только, возможно, сдавать в аренду. Какие еще варианты у меня? Комбайна у меня нет, трактора нет. Садить я сама не смогу. Только сдавать в аренду. Загуглите в этом районе, где вы хотите купить землю сельхозназначения, сколько будет эта аренда. Это очень-очень маленькая сумма. То есть земля у вас будет, ответственность за эту землю будет, а доходность маленькая. Очень маленькая. Точно так же я теперь не рассматриваю аренду, потому что доходность очень маленькая. А занятость 24 на 7. Но мы же не хотим купить какой-то объект, чтобы прям наработаться на нем. Так что посмотрите заранее перед покупкой, сколько земля сельхозназначения вам принесет денег. Может быть такая земля сельхозназначения, которая, например, по одной границе проходит с землями населенных пунктов. В этом случае я рекомендую еще до покупки обратиться в местный БАОАМТ. Это в том населенном пункте, где вы будете приобретать эту землю. И уточнить, можно ли эту землю сельхозназначения перевести, например, в земли населенных пунктов. Либо я делаю так. Я не звоню им никогда, а всегда пишу. Например, пишу, что я хочу на этой земле построить, например, гаражи, сделать парковку, кемпинг сделать, например, построить там что-то такое, вот, ну, что вы хотели. И на это письмо вам дадут ответ. В течение четырех недель потом вы получите официальный ответ за подписью представителей БАОАМТа. Для вас это будет уже прямо конкретный документ. Потому что по телефону непонятно, кто ответит. А когда у вас будет уже письмо, документ на руках, тогда вроде как бы все это будет более-менее серьезно. Так меня на сайте не добавили. Так, вы не переживайте, я сегодня напишу и добавят. Какие новости? Ну, у меня вроде бы всех новых новостей особых нет. Я, как обычно, занимаюсь документами и по привычке смотрю новые объекты. Пришлите приглашение на семинар. Смотрите, у меня есть видео в ТикТоке, где прямо написано, как записаться на семинар. Это нужно записаться на мою почту. Вы туда отправляете заявку и вам дадут всю информацию по семинару. Когда он будет, в какое время, где будет адрес, отель, где можно остановиться, какие вопросы будут рассматриваться на семинаре. Если кто-то здесь вот есть, на прямом эфире, можно написать почту. Ну, я давайте после прямого эфира продублирую снова видео, где нужно записываться. Вольфганг. Да. Вольфганг. Сейчас, сегодня же суббота, поэтому можно поиграть немножко в игру. Какие могут быть проблемы после покупки дома в городе? Долги по дому подключения, газ, свет и вода. Вопрос хороший. Если вы покупаете в обычной купле-продаже, то обязательно проверьте все долги по этому объекту. Как их можно проверить? Основной документ, это касается домов, я про дома говорю. Основной документ, в котором долги прописаны, грунт-бухаус-цук, это выписка из поземельной книги. Ее нужно запросить. Где вы можете ее запросить? У бывшего владельца дома. Можно, значит, запросить ее в грунт-бухамке, и можно запросить у любого нотариуса. И там обязательно проверить нужны долги. Не на словах, а чтобы было прямо в документе. Есть они, либо нет. Если касается покупки квартиры, то обязательно позвоните в фервальтинг, то есть в управляющую компанию, до покупки. И спросите. Скажите, я хочу купить вот эту квартиру. Есть ли какая-то задолженность по коммунальным платежам, либо по платежам в этой управляющей компании? Вот выясняйте. Например, газ, свет и вода, это же прямые договоры будут старого владельца с этими, значит, управляющими компаниями, да, по свету, по газу и воде. Поэтому вы сильно не переживайте на этот счет. Эти долги будут вместе с бывшим владельцем останутся. Да, сына зовут Вольфганг. Чтобы это считалось как хобби, нужно, чтобы была основная работа. Ну, и в моем понятии хобби это то, что человек делает с удовольствием. Вот, в моем понятии это так. Вот. Ну, и это у меня основная работа. Больше ничем я не занимаюсь. Вот. Я на Украине. Как они добираются, я не могу вам сказать. Ну, информацию о семинаре я могу вам дать, но записи семинаров не существует и никогда их не будет. Это авторская программа. Я ее прочитываю людям так, как вижу по аудитории, которая приехала на семинар. Если приезжает маклер, значит, надо им пожестче дать, помощнее информацию. Поэтому каждый раз семинар имеет, ну, разную такую информацию. Муж русский немец, он хочет в Беларусь, а я наоборот хочу жить в Германию, уговариваю купить дом там. Ну, вы мужа-то сильно не ругайте. Понимаете? Вот очень многие так говорят. Я хочу жить в Германии, а муж не хочет, например. Потому что он здесь не жил и не знает, как здесь все происходит. Что можно заработать в России, в Беларуси, и что можно заработать в Германии? Это небо и земля. Просто это небо и земля. Это даже можно не сравнивать никак. Поэтому тут зависит от того, что объяснить, может быть, несколько раз приехать с мужем, показать ему возможности, чтобы он почувствовал себя, как бы, здесь более уверенно. А где будет новая встреча и какая оплата? У нас пока ничего не менялось. Встреча будет в городе Пермасенс. Почему мы делаем там семинар? Потому что там 9 объектов. Мы хотели бы, чтобы люди, кто приехал на семинар, они не просто теорию знали, но еще и посмотрели, какие объекты мы покупаем. Мы им расскажем, сколько на этом объекте мы планируем заработать, какие-то объекты уже готовы, чтобы они все это увидели. Немножечко надо еще и практики. Это тоже немножко помогает двигаться вперед. Добрый вечер. Много ли уходит денег на оформление дома после покупки? Хороший вопрос. Давайте немножко разберемся. Если вы покупаете дом на судебном аукционе, то вы оплачиваете очень маленькую сумму, примерно 170, примерно 200 евро, вот так, такую сумму, за то, что суд провел этот аукцион. Суд выставит счет, и вы его оплатите. Здесь вам не нужно будет оплачивать ни услуги маклера, ни услуги нотариуса. Очень маленькое оформление. Ну, немного денег. После того, как вы подпишите договор, вы будете еще уплачивать налог на приобретение. И этот налог уплачивают все. Юридические лица, частные лица, иностранцы, жители Германии. Оплачивают все. Те, кто вновь приобрел какой-то объект. Ставка этого налога, она в каждой земле разная в Германии. Наши богатые земли, такие как Бавария, Бадо, Вюртенберг, они много не планируют пополнение бюджета за счет этого налога. И ставка там очень низкая, 3,5%. Вот. А как я жила в земле и работаю в земле, это дешевые земли, такие как вот Зарланд, Районфальц, и здесь ставка у нас самая высокая, 6,5%. Ну, по крайней мере, где вы будете покупать, в интернете, у меня на YouTube-канале здесь есть таблица, в какой земле, какая ставка. Вам эту же информацию прямо скажут в суде, что у нас ставка налога такая-то. И придет из финансамта уже рассчитанный налог на ваш приобретенный объект, и вы просто его оплатите. Оплачивать его тоже надо не сразу. Если после аукциона у вас оплата будет через 2-3 месяца, то и налог нужно будет также оплачивать через 2-3 месяца. То есть время у вас будет достаточно. Если же вы будете покупать в обычной купле-продаже, то сразу настройтесь. Надо будет платить услуги нотариуса. Я не знаю, есть ли общие таблицы вот этих услуг нотариуса. У нас, как я смотрю, в обратном порядке рассчитываю, сколько нотариус берет за сделку, у нас 1,2% до 2%. Вот такая. В среднем 2%. Поэтому, если вы дом будете покупать за 30 тысяч, 2% примерно считайте, сколько это будет. Кроме этого, вам надо будет оплачивать услуги маклера. Маклер тоже берет где-то 3,75-4%. Где-то, если будет объект совсем недорогой, будет брать в твердой сумме, не в процентах, где-то 4-5 тысяч евро. Вот так. Конечно, если вы будете покупать в Мюнхене, в Юссельдорфе, в Берлине, там совершенно другие ставки. Вот я вам привезу пример. У меня есть квартира в продаже. И смотрит эту квартиру, у меня без конца пишет мне, каждый вечер строчит сообщение. Мужчина с Польши, он говорит, я хочу купить вашу квартиру. Я не нашел больше другого варианта, хочу купить вашу. Я говорю, ну так покупайте. И он говорит, я нашел нотариуса в Берлине, и я ему доверяю, я хочу сделать сделку именно у нотариуса в Берлине. Я говорю, понимаете, сумма за квартиру очень маленькая. Если наши местные нотариусы возьмут вас в процентах от этой суммы, то в Берлине нотариус возьмет твердой сумме не меньше 5-6 тысяч. Вы готовы такую сумму платить? Он говорит, нет, не готов. Я говорю, ну так как вы думаете? Поэтому если крупный город, там будут расходы, у вас возрастут на оформление. После покупки дома на аукционе через пару дней обнаружил в доме прежних хозяев, которые забирали ценные вещи. это стандартная ситуация. Стандартная ситуация. Либо дом уже почищен, все они забрали, что нужно, сбежали, и дом продали на аукционе, и у вас появляется возможность в тот же день, когда вы покупаете, приехать и уже пользоваться этим домом. Либо, может быть, как в вашем случае, бывшие владельцы не выехали, либо временно выехали, и снова вернулись, чтобы забрать какие-то вещи. Вообще, по правилам аукциона делается так. Если вещи не прибиты, так скажем, не держатся крепко со стенами, с полом, то их не забирают. Забирают только те вещи, которые движимые, так называются. Они имеют право приехать и забрать. Если, например, владельцы не забрали, то все вещи вам остаются. Ну, я-то понимаю, что они только вещи забрали, хотя бы они в доме не остались. Надеюсь на так. Здравствуйте. А джоп-центр не видит, что на ваше имя жилье дом куплен? Ну, я не стою на учете в джоп-центре. Вот. Пока еще не планировала вставать на учет в джоп-центре. И очень многие люди, даже те, кто с Украины приезжают, они тоже здесь живут. Не все встают на учет в джоп-центр и занимаются недвижимостью. То есть тут проблем никаких нет. Если же, например, вы на учете в джоп-центре состоите, но нашли на аукционе какой-то объект, какой-то дом, вы можете его купить. Никаких запретов нет. Единственное, что после покупки этого дома вы станете владельцем дома, но потеряете все пособия, которые джоп-центр выплачивал. Что в таких случаях делать? Переживать точно не надо. Значит, как только вы этот дом продадите, вы же его покупаете для перепродажи, как только вы его продадите, если вы грамотно оформите документы, все как полагается, вы дадите такую объяснительную записку в джоп-центре, покажете о том, что вы хотели заработать, не хотели стоять на учете в джоп-центре, но, к сожалению, продажа была убыточная, денег это никаких не принесло, и в таком случае джоп-центр, ну, конечно, так покривится немножко, но снова поставит вас на учет, на пособие. То есть, сильно переживать не стоит на этот счет. Есть варианты вообще обойтись без такого негатива. Какое количество объектов можно продавать в год? В Германии нет таких запретов. Можно хоть 100 квартир в год купить, 100 квартир в год продать. Никаких проблем нет. Никаких. Все это делается по вашему желанию. Если вы будете получать от продажи этих квартир прибыль, а на вашем случае будет спекулятивная прибыль, просто нужно уплачивать спекулятивный налог. В данном случае у нас налогооблагаемый период год, календарный год. За этот период вам нужно будет сдавать налоговую декларацию, отразить все свои покупки, отразить все свои продажи и оплатить налог, если он таковой будет. Может его и не быть. Если вы с опытом научитесь правильно оформлять. Спасибо большое. После таких, вот все-таки кто-то мне хочет прийти на трансляцию, и я из-за этого не вижу вопросы. Так, сейчас, минуточку, три секунды, две секунды, двигаемся. После покупки таких объектов нужно еще в ремонт вложить 1200. Ну, вот это лично ваше мнение, да, например, у меня не возникает, когда я покупаю какой-то объект, у меня не возникает мысли вложить туда 200 тысяч. С какой целью? С какой? Я, например, когда я какой-то объект вижу, вот как я сегодня показывала, да, у меня есть желание его помыть, чтобы он был в надлежащем таком виде, чтобы не стыдно было его показывать будущим покупателям. Главное, привести в порядок все документы по этому объекту, чтобы люди не боялись покупать объект, не пугались этого объекта. А зачем вам вкладывать 200 тысяч? Люди купят квартиры и сами сделают ремонт, какой вы хотите. А если вы сделаете какой-то дешевый такой ремонт, это будет все впустую, люди все равно это обберут дешевое и захотят сделать как-то поприличнее. Мы берем один-два объекта в году, в которых мы делаем ремонт. Все остальные продаются без ремонта, потому что в них нет необходимости. Ну вот какой, например, объект мы взяли в ремонт. Я уже показывала, да, сейчас вот мы крышу делаем на этом объекте. Во вчерашнем видео показывала. Мы начали делать ремонт дома, который я покупала за 30 тысяч евро. мы его делаем капитально, потому что, когда мы уже купили объект, огляделись, мы понимаем, что наш объект находится в том месте, где проживают американцы. Вот недалеко от нас находится американская база Рамштайн, и очень много американцев, они нуждаются в жилье, и мы делаем объекты, ремонт под них, как они любят, да, какие должны быть помещения, какие площади и так далее. Если дом позволяет это сделать, то это нужно делать обязательно. Таких объектов один-два. Возможно, кто-то делает больше таких ремонтов. Возможно. У кого там бригада есть, ну, не знаю, может быть, семейный подряд много человек. Мы делаем ремонт не спеша, у нас дотягивается, как обычно, и все равно заканчивается. И все равно заканчивается. 200 тысяч никогда мы не вкладывали. Даже таких мыслей не было. И вам я не советую. Для чего? Если у вас 200 тысяч есть, купите еще 15 объектов. Ну, в ремонт не вкладывайте. Ольга, продаются участки, то ли парковки по 500 евро. Почему их продают? Я видела на судебных аукционах. Постараюсь, вот я это много раз рассказывала, но раз такой вопрос возникает, значит, вы не понимаете, как эта цена образуется. Давайте снова повторим, чтобы вы понимали. Например, вы находите какой-то объект за 0 евро. Находите какой-то объект за 1 евро. Вот участок, например, за 500 евро. Какова же его реальная стоимость этого объекта? Давайте будем разбираться. Я цифры говорю примерные, да. Например, стоимость земли 20 тысяч евро. Стоимость дома, который на этой земле стоит, еще 20 тысяч евро. Всего 40 получилось. А если делать ремонт силами немецкой фирмы, по всем стандартам немецким, получается, ремонт выходит 60 тысяч евро. И получается, что тут 40 тысяч, а здесь 60. Получается, что минус. Про такие объекты пишут обриз объект. Нормальный абсолютно дом, но пишут обриз объект, то есть подснос. На самом деле сносить его в этом нет никакой необходимости. Все это связано с тем, что затраты на его восстановление больше, чем стоимость объекта. И вы представляете, что нельзя такое написать на сайте спасибо большое за подарки, нельзя такое написать на сайте судебных аукционов, значит, продается дом минус 20 тысяч, поэтому так не пишут, всегда пишут 0 евро, 0 евро, чтоб не минус 20 тысяч было. Вот, и участок, который за 500 евро, который вы увидели, цена его тоже так сформировалась. Если вы зашли на сайт судебных аукционов, вы увидели там точный адрес, либо зону, да, какую-то, если это парковка в каком-то городе, обязательно зайдите на карту и посмотрите, сколько кадастровая стоимость земли. Например, вот участок парковка за 500 евро, а кадастровая стоимость земли под этой парковкой может быть будет 10 тысяч евро. Тогда надо просто хватать этот участок, чтобы за 500 его купить, а потом за 10 тысяч продать. Я рекомендую новичкам полностью пройти весь этот процесс покупки, продажи на каком-то недорогом объекте. Обязательно пробуйте покупать даже эту парковку за 500 евро. есть ли у вас видео объекты до и после ремонта. Я такие видео не делаю, потому что это очень для меня сложно. Это нужно уже садиться за ноутбук, скачивать программу, в которой надо будет соединять видео, которые были до, которые после. Я нигде их отдельно не храню. всю информацию, какие видео снимают с телефона, я и скачу на жесткий диск и все, я больше туда ни разу не заходила. У меня просто нет времени. Вот я сегодня выкладывала видео, французский дом, который мы ремонтировали, он был 1844 года. Первоначальных видео у меня конечно уже нет, а вот то, что после ремонта я показала. Может быть я дорасту, либо у меня будет человек, который может так соединять эти видео. я этого не делаю пока. Добрый вечер. Так, а где отеки крайние? Там, где есть ель и прицеп. Ой, не поняла совсем ваш вопрос. Наверное, это связано с тем, что какой дом сегодня я смотрела. Таких домов, вот я вам просто выкладываю видео, чтобы вы не боялись такие дома смотреть. ничего страшного у них нет. Нужно приводить их в порядок. Ну вот представляете, вот в этом доме стоял дом незаброшенный мусором, и он бы стоял такой хороший, красивый, если бы кто-то не открыл окно, не открыл балкон, не залетели голуби, и не жили в этом доме голуби пять лет. Вот понимаете как? Вот. То есть надо заимущественно следить, иначе оно приходит в такое состояние, но на самом деле меня-то особо не напугало, сейчас там уже голубей никаких нет, все уже открыто, все проветрено, в общем-то наводить нужно порядок, и будет красота. Вот даже по ступенькам по лестнице я иду, а лестница деревянная, но она добротно сделана, что даже не скрипит, даже не скрипит. я уже написал на почту, ну я после прямого эфира посмотрю. Добрый вечер, как можно привезти квартиру? В Германии квартиру можно привезти только с обычным документом, с вашим паспортом. Любой страны можно привезти квартиру в обычной купли-продаже и на судебном аукционе. Никаких вопросов нет. Если вы, например, смотрите на сайте Клянинсайде, где вот я иногда показываю видео такие, да, на этом сайте, там есть квартиры и аукционные, есть квартиры и в обычной купли-продаже. Если вы хотите на аукционе, заходите на сайты аукционов. Их примерно 80 штук, так подсчитал мой один подписчик. Зашли на сайт аукционов. Минутное дело. У меня есть 4 небольших видео вот здесь в ТикТоке. Спасибо большое. 4 небольших видео в ТикТоке, где прямо я в течение одной минуты рассказываю, где номер, где дата аукциона, как зайти на сайты аукционов и так далее. Там цена стоит 4,99, но по факту вы будете покупать их только за 2 евро. Это платное видео. Ну, если вы уж не хотите пролистать весь мой ТикТок и посмотреть там все ссылки, можно вот этим воспользоваться, таким видео. Там кратко, за 1 минуту и вы сразу быстро все найдете. Еще повторюсь, для всех, кто хочет сам полистать, найти эти сайты аукционов, нужно делать очень просто. Набирайте слово Цвангфиштайгерунг и сразу после этого появятся сайты аукционов. Я во многих комментариях, почти под каждым видео эту информацию даю, так что вы быстро найдете. Спасибо большое. Так, кто там скучно сидит? Тема у нас такая не очень веселая. Сколько денег нужно, чтобы заниматься этим? Хороший вопрос. Ну, как бы я ответила, да? Если есть свои деньги, то занимаемся на свои деньги. Если своих денег пока нет, занимаемся, работаем на чужие деньги. Какие у нас деньги чужие? Это деньги наших клиентов и кредитные деньги. Но я думаю так, что, чтобы начинать этим бизнесом заниматься, надо хотя бы посетить семинар. А это где-то будет 200-300 евро. И там уже можно будет двигаться. Семинар будет, я думаю, что жесткий немножко, да? Потому что мне хочется, чтобы после семинара вы начинали уже работать. Начинали работать. Вот. я вас хочу замотивировать максимально, чтобы вы могли уже действовать. Для этого надо желание и время свободное. Деньги они тоже нужны, да? Ну, когда все, кто со мной общается, я всегда говорю, деньги на 45 месте. И это действительно так. Если вы что-то приобрели на судебном аукционе, вам оплачивать нужно не в тот же день, а только через 2-3 месяца. Но за это время можно деньги как-то найти, взять кредит, либо что-то продать, либо если вы только рассчитываете на кредитные средства, то до момента подачи похода на судебный аукцион заранее возьмите бы, что эти подтверждение из нескольких банков, какую сумму они вам выдают. Закрой окно. Вот. По поводу ремонта недвижимости. Можно начинать с недорогих объектов, которые не требуют большого ремонта. Например, вот мой сын. Он болезненно переносит, когда там, например, он заходит в помещение и говорит, что это, батареи все еще висят. Ему надо, чтобы все было уже по-современному, чтобы стоял теплоносос, чтобы было экономично, чтобы было сухо, комфортно, теплые полы. Он говорит, мама, ну если есть возможность, высота потолков, перекрытия позволяет сделать теплый пол, его нужно делать обязательно. Потому что время такое, всем хочется комфортного жилья. Понимаете? С ним спорить сложно. Он выламывает все. Окна, нормальные окна, все на мусорку, все двери на мусорку, все стены ободраны, все у нас ободрано, и мы начинаем все делать с нуля. Ну, я уже не спорю. Понимаете? Мне делать там ничего не нужно, он все делает самостоятельно. Спасибо вам. вы проживаете в Германии или Швейцарии? Это очень такой травматичный вопрос. У меня многие подписчицы пишут, ах, вы врете, вы видео выкладываете из Германии, а сами вы на Швейцарии не были никогда. Ну, давайте я вам так отвечу. Мне приходилось проживать на две страны, потому что я жду немецкий паспорт, и как любая мама, да, я не могу надолго оставлять своего сына. Вот сейчас начинаются у меня каникулы 20 числа и наконец-то мы можем уже, я могу его забрать уже из Германии и мы поедем в Швейцарию. Вот. Но так надолго я не могу оставлять, поэтому я и приезжала и там жила, ездила на судебную и сюда приезжала в Германию. Это обычный процесс, когда только начинается все. Те, кто, например, дети в школу не ходят, а у меня еще ходят только в 7 класс пошел, поэтому мы еще не можем пропускать занятия. Вот. Сейчас на каникулах все, слава Богу, уже дожили до каникул, будем уже вживаться в Швейцарии. Так, кто у меня только наконец-то попал на эфир? Я эфиры провожу часто, выкладываю прямые эфиры на YouTube канале, можно там смотреть. Я сейчас на джоп-центре хожу на курсы. С марта хочу пойти на работу, насобирать 5000 и попробовать покупать. Так, ну, что бы я вам сказала, ничего не откладываем. Что, Игорь, мешает вам сейчас уже начинать заниматься недвижимостью? Ходите на курсы, курсы у вас возможно до обеда, у нас судебные аукционы и после обеда. Поэтому с утра на курсы, после обеда в суд на судебный аукцион. Не обязательно сразу вкладывать деньги на какой-то объект, посидите, посмотрите, как другие покупают, как это мероприятие проходит, кто приходит на судебные аукционы, как делают ставки, за сколько был выставлен объект, за сколько вы продали, уложите в голове себе и опыт будет у вас, и вот такой небольшой анализ вот этой ситуации. Вот. У меня никогда не получалось, например, накопить какую-то сумму. У меня всегда было так, хотела привести пример, развожусь, сразу покупаю квартиру. Почему? Денег вроде бы нет, ну а так, чтобы себя чем-то порадовать, что-то сразу покупаю. И деньги только потом нужны для продажи, для покупки, не сразу. Если вы планируете 5 тысяч набрать, то будете на семинаре, я расскажу, как это быстро сделать, не уходя из зубцентра. Наработать оборотный капитал. 5 тысяч сумму можно быстренько наработать. Скажите, пожалуйста, с чего начать? Вот с чего я начала. Перед тем, как приехать в Германию, так как у меня всегда было хорошее жилье в России, я не представляла, что я приеду в Германию, буду жить в лагере в каком-то, да, я приехала в Германию с ребенком 5 лет, в лагере, либо в арендованной квартире, я не говорю, что это плохо, просто я не представляла, потому что у меня не было такого, у меня всегда было свое жилье. И, конечно, я начала зондировать информацию, сколько стоит новое жилье, старое жилье, как можно купить, и когда все я проанализировала, у меня была не вся достоверная информация, потому что когда ты находишься не в Германии, то в основном попадаются сайты агентств недвижимости, посредников, так скажем. Если вы найдете сайт, например, сайт по продаже недвижимости, находясь в Беларуси, в котором написано, например, точка де, любой сайт, потом точка де, такое расширение, то это уже будут непосредники. А если, например, это будет какая-нибудь точка ру, и будут продавать агенты, значит, объекты в Германии, то всегда помните, что на таких сайтах наценка 40-60%, ну, это же деньги, это же ваши заработанные деньги, ну, нельзя так много отдавать, это плохо, это, я так не делаю, вот, когда же находишься в Германии, тогда больше информации тебе с местных сайтов попадает, где ты уже видишь, что цена не такая высокая, а вот в моем случае, когда я была в России, мне попадались вот такие вот сайты, где очень дорогие объекты, никто же не будет агентство недвижимости брать в продажу объект за границей в Германии, который очень дешевый, ему надо дорогой объект, чтобы он мог максимально больше заработать, вот, поэтому меня это мотивировало изучить тему судебных аукционов, вот сейчас этой информацией я с вами делюсь, опыт у меня по Германии 9 лет, именно судебными аукционами, я бы так посоветовала вам изучить всю информацию, которая имеется у меня в ТикТоке, либо у других людей, кто делится информацией по судебным аукционам, написать схему работы, которую вы видите для себя, на собственные деньги, с помощью кредита, себе покупать, другим людям покупать, то есть, какие объекты вы планируете покупать, сразу дорогие, либо, спасибо большое, сразу дорогие, либо начать с недорогих объектов, и вот, что в этой схеме у вас, где не будет хватать знаний, вот тут надо будет активизироваться и прямо вырвать эти знания, можете у меня вырывать, я вам разрешаю. Джобцентр запросит документы о продаже дома, чтобы понять, была ли прибыль, он не то, что попросит, вы ему должны сами предоставить, а вообще, как это все происходит, если вы на судебном аукционе купили какой-то объект недвижимости, то суд будет начинать оформление вашей собственности, соответственно, он напишет вам на работу, если вы работаете, в джобцентре, если вы стоите на учете, и напишет финансамт, чтобы, как бы, там тоже знали об этом, что вы становитесь новым собственником, и вы сами должны заполнить документы в джобцентре, дать информацию, какие у вас изменения, а у вас глобальные изменения вы купили дом, и, конечно, нужно будет дать короткую пояснительную, на какие деньги вы купили этот дом, где вы взяли эти деньги, были ли это заемные средства, либо это были ваши средства, вот, и по той цене, если вы уже продали дом, за сколько вы продали, я вам рекомендую продавать всегда с убытком, ну, таким фиктивным убытком, и тогда джобцентр поймет, что, ну, да, да, ну, вы старались, но не получилось. О семинарах я, как бы, в приватной беседе могу рассказать, как это все делается, когда джобцентр прямо вот помогает, помогает вам окупать свое будущее жилье. Какова стоимость вашего семинара? Семинары в Германии у нас цена не меняется. Если супруги, то 200 евро с человека, если обычный слушатель, то 300 евро. Конечно, надо к этому подготовиться, но я вам скажу, что я рекомендую на себя никогда не оформлять, если вы стоите на учете в джобцентре. Никогда. Кто меня слышит? Никогда. Есть совершенно другие легальные способы. По поводу финансирования. Также вы их не получите в финансировании, если вы стоите на учете в джобцентре. Это получить невозможно. невозможно. Наверное, этот бизнес можно начинать только если сам что-то умеешь в доме делать. Это лучший вариант. Но я вам скажу, что у меня семинаристы есть 2-3 женщины там, которые объединились вместе. На двоих покупают объекты на судебных аукционах. У одной муж умеет делать отопление, он делает отопление. И еще они нанимают недорого с Молдавией работников. Все у них идет. Все идет нормально. Оптимальный вариант, когда вы и жена, и муж заинтересован эта тема. Они видят свою доходность в получении прибыли довольно высокой в недвижимости. И они вместе покупают какой-то объект, вместе его доводят до продажи. Потому что знаете, как бывает, женщина видит красоту, какие-то такие моменты, которые улучшат покупательскую способность. А где-то и мужчина применит такие технические лайфхаки, когда тоже повышается стоимость. Вот. Ну, мы с сыном вместе работаем. У него, конечно, такие, он тоже лидер, так же, как я. Мы иногда не можем, вместе работать. Но в большинстве случаев понимаем с полуслова друг друга. Так. В объявлении пишут рыночная цена, например, 300 тысяч, а объект на аукционе ноль. Ну, мне сложно ответить, как это бывает. Если вы смотрите на сайте аукционов, то там, если ноль стоит, так он ноль и есть. Если, например, вы смотрите на сайте объектов в обычной купли-продаже, то 300 тысяч, например, я могу только предположить, что это не рыночная стоимость, продажная стоимость, ну, возможно, это еще цена не окончательная, то есть, можно поторговаться по этой стоимости. Я вообще такие объекты за 300 тысяч никогда не покупала за 9 лет, никогда не рассматривала, потому что я не хочу на такой объект купить за 300 тысяч и заработать там 5-10% прибыли. Это для меня мало. Это что, это очень серьезно. А вот если я куплю объект за 30 тысяч, я на него могу заработать 60 тысяч, это уже будет не 5-10%, а в 2-3 раза. Это мне уже как-то веселее. Понимаете? Вот. Если же вы, например, 300 тысяч увидели на сайте аукционов, то тоже не переживайте, сразу не пугайтесь, потому что на сайте аукционов, если аукцион первичный, да, вы купите за 50% от стоимости, значит, за 150 тысяч. За 150 тысяч купите, а если в оценке стоит 300 тысяч, за 300 на следующий день уже можете пробовать продавать. 150 у вас уже доход. Вот так примерно это работает. Если это будет вторичный аукцион, тогда вы от суммы 300 тысяч можете купить за 30 процентов от стоимости. Это за 90 тысяч. Это еще как бы лучше, да, еще веселее. Вот так, пробуйте. Но новичкам я не рекомендую такие дорогие объекты. Не рекомендую. Что значит, когда дом историческая ценность, памятник архитектуры? Ну, вот время от времени такие вопросы задают, и я в тиктоке о них рассказываю. Меня такие дома не пугают. У меня призрак, это такой же дом, памятник архитектуры, но призрак, он и призрак, ничего такого особенного нет. Но если серьезно, скажу так, бывает, что дом выглядит как памятник архитектуры, как такой исторический объект, а по факту он не включен в список памятников архитектуры архитектуры. не является таковым. А бывает дом абсолютно обычный. Ты даже не подумаешь, что это какой-то памятник, а в нем прошло какое-нибудь собрание, съезд какой-то партии. И это посчиталось историческим событием, и этот объект внесли в реестр памятников архитектуры. Чтобы вот так не мучиться, не переживать, не бояться, во-первых, нужно просто записать адрес этого объекта заранее, до покупки. Зайти на сайт, на реестр памятников архитектуры по всей Германии. Такой реестр есть в каждой земле, и есть общий реестр по Германии. Набирайте там в строке поиска, вот этот вот адрес, и вам высвечится памятник это, либо не памятник. Если вы покупаете на сайте судебных аукционов, там будет обязательно написано, что это памятник. Такую информацию никто не скрывает. Но меня такие объекты не пугают. Для меня абсолютно обычный объект. Есть разный подход в работе с такими объектами. Я знаю вот таких вот сумасшедших, которые вот приезжают, например, вот в прошлом летом у меня было так. мы разбирали сарай, у нас были балки дубовые. Им примерно по документам 160 лет. И эти балки прямо у нас все купили. Где-то эти балки уже поедены червями или как там, ну как они, где-то они уже были кривоваты, где-то косоваты. Но люди приезжают, они, глаза горят, они говорят, так, у вас балки какого? 162 года. А есть у вас 165 лет? Я говорю, нету. А что нам делать? Где нам такую балку найти? Вот есть такие вот люди, которые занимаются именно восстановлением. Но зачем вам делать восстановление? Для чего? Убить там 10 лет на восстановление какое-то? Не делайте так никогда. Вот. Искать, буду я ездить, искать балки, которым 165 лет. Я вообще новые куплю, да и поставлю. Никакой проблемы в этом не вижу. Вот. Они бегают, спрашивают в администрации, можно ли мы окна сделаем вот такие-то деревянные, либо можно пластиковые ставить, либо какого цвета. Администрация уже плачет сама от них. Она уж не рада, что они этот дом купили и занимается восстановлением. По большому счету, кратко скажу, вы не можете менять фасад и конструкцию этого объекта. Вот. А внутри дома это все вы можете поменять. Сразу скажу, что таких вот домов, например, в Пермазенсе очень много, весь исторический центр. Но никто там с ума не сошел, никаких восстановлений не делает. Понятно, что если вы захотите теплонасос установить и хотите его повесить на лицевой части дома, это у вас не получится. А так все такой же, как обычный дом. Есть какие-то варианты? Запись 4500 евро, я сам занимаюсь ремонтом квартир. Так, есть какие-то варианты? Ну, если вы занимаетесь ремонтом квартир, тем более в Германии, я думаю, вы еще больше, чем я, покупаете объекты, которые вы ремонтируете. вот, это уже как бы вы работаете на второй ступенечке в этом бизнесе, в недвижимости в Германии. Есть какие-то варианты? Я не знаю даже, какие варианты. У меня какие-то варианты? У меня таких домов нет. Я их покупаю сама дешево, но продаю уже дорого. Только надо идти на аукцион, либо пробовать искать без аукциона недорогие дома. Спасибо большое. Где узнать кадастровую стоимость земли? Вопрос хороший. Очень много сайтов в интернете, где можно узнать кадастровую стоимость земли. Каждый из вас пользуется тем сайтом, к которому привыкли, на котором все понятно. Я пользуюсь таким сайтом, как geoportal.de Вот этим сайтом. Если вы такой сайт не нашли, но вы смотрите объект, который на аукционе, есть такой документ еще как goutachton. В goutachton кадастровая стоимость земли обязательно указана. Но так как вы знаете, что сейчас идет реформа земельная, у нас меняется, увеличивается кадастровая стоимость земли, поэтому если goutachton был сделан год, два года назад, то эти цифры надо будет вам чуть-чуть повышать. То есть когда стоимость теперь возрастает. А в ТТ можно делать черновик до и после. Хорошо, поняла. спасибо большое. Мне вообще сегодня все мои знакомые все гудят по поводу этой творческой версии бета-версии, как на ней зарабатывают и так далее. Все они между собой общаются, переживают, что кто-то не может подключиться, где-то нашел, что деньги надо платить за бета-версию и так далее. И вообще одна из них написала мне, говорит, скоро вообще в ТикТок работать не будет, потому что он не может так долго работать. Тем более надо такие большие деньги выплачивать по бета-версии. Но я уж не думаю, что такого дойдет, а то я не научусь видео делать до и после. Добрый вечер. Как часто проходят семинары? Как сколько человек запишется, например, если большой как бы интерес к семинарам, да, если есть люди, которые посмотрели мой ТикТок и все, они загорелись, они уже хотят покупать дальше, надо знать им алгоритм, что делать, что после чего, как, чтобы не влететь на налоги и так далее. Тогда почаще. То есть я в большей степени провожу семинары для вас. Вот. Ну, где-то в среднем получается раз в месяц, раз в полтора месяца. вот прошлый семинар записалось 29 человек, а приехало только 4 человека, то есть семинар чуть не сорвался, да, а сейчас у нас записалось больше 30 человек, но оплатила вот регистрационный такой взнос, 50 евро мы просим на PayPal оплатить, чтобы мы точно были уверены, что человек приедет, только 3 человека. и знаете, какой еще интересный момент, вот я даю достаточно много информации, а человек регистрируется у меня на семинаре, платит на PayPal 50 евро, но платит не как другу, да, или как семейно, там, я не знаю, как точно называется, а так, чтобы потом прошел семинар, и он эти 50 евро снимает с моего PayPal, я, конечно, в шоке. Я, во-первых, не знала, что так можно делать, да, чтобы, ну, видимо, для экономии, для пущей экономии это можно так делать. Когда я первый раз узнала, я была шокирована. Вот. Не все немцы живут в своих домах. Ответ на этот вопрос очень простой и очень очевидный. Живут по какому правилу. Так, сильно не ругайте меня, как я пронаблюдала, да. Вот, когда, значит, я, значит, смотрю на мамы, вообще на детей, которые, да, обучаются в школе, правило такое. ты должен хорошо работать и будешь хорошо жить. Нигде не включается строчка, что ты должен получить хорошее образование. Вот, ты должен хорошо работать, будешь хорошо жить. Поэтому немцы, они ищут хорошую работу с высокой оплатой, чтобы действительно жить хорошо. и поэтому дома, квартиры, они их привязывают к одному определенному месту. А так, я очень знаю много немцев, либо я в той части Германии живу, да, у нас очень много немцев, они ездят в Люксембург на работу, вот, в крупные города, тут рядышком французские, из Франции приезжают, то есть в большинстве случаев не привязываются. Есть работа, сели, поехали, там арендовали жилье. Но немцы, которые уже не так заинтересованы в работе, все-таки имеют дома. Вот, кто-то занимается недвижимостью, особенно вот доходной, доходной недвижимостью, таких людей тоже встречаю. Можете затронуть тему налогов с продажи, например, купил дом за 15 тысяч, продал через 6 месяцев за 25 тысяч. Давайте кратко я вам скажу. Вот, в такой ситуации, когда за 15 тысяч купил, продал за 6 месяцев, здесь надо знать многие такие тонкости. Например, являйте, имейте вы вид на жительство в Германии. Были ли вы прописаны в этом объекте? Какая основная ваша причина продажи? Это действительно спекуляция, либо какая-то была веская причина, уважительная причина. Например, вы купили за 15 тысяч дом, вы проживаете, например, на севере Германии, и через 6 месяцев вы находите хорошую работу в Баварии, и вы переезжаете в Баварию. В таком случае никакого налога не будет, потому что априори здесь нет спекуляции, здесь нет. Вы купили, проживали там, использовали этот объект, нашли хорошую работу, переезжайте. Вы можете всегда сказать, что я буду больше зарабатывать, я буду больше платить налогов в Германии. Все, вы молодец, никакого налога нет. Есть такие вот калькуляторы в интернете, да, по спекулятивному налогу. Нужно хорошо вести затраты, например, дом за 15 тысяч купили, вы платили наверняка маклеру, это затраты нужно вычесть, ну, либо добавить сюда, да, из прибыли вычесть получается. Если вы платили налог на приобретение, вы его обязательно платили, его тоже можно, если вы делали ремонт, убирали мусор, так далее, то все это вычесть, минус вычесть необлагаемое 9 тысяч, если вы имеете вид на жительство в Германии, налога ноль, но у меня по крайней мере был бы ноль, вот так. Можно ли делать ремонт своими руками, либо нужны ли лицензии на работы? Ой, извечная тема, извечная тема. Вот расскажу вам на примере электричества. Вы заходите в дом, все провода старые, все счетчики старые, автоматы допотопные, может быть, проводка страшная, значит, все нужно менять, где-то повреждения прямо явные и так далее. Что делают люди, которые проживают в Германии? Вот они зашли, увидели, ой, боже мой, что делать? Они сразу едут в штат Верке или там по-другому называется электросетевая компания и говорят, мы купили дом, вот у нас вот так, вот так, вот так и штат Верке им говорит, вот вам списочек, это, например, там 40 человек, это фирмы, частные лица, которые занимаются электричеством. Вот позвоните, сделайте с ними термин, они приедут, вам все полностью заменят, провода, автоматы, сделают новые там счетчики и так далее, и так далее, все это сделают, вот, подпишут акт, что они всю эту работу сделали, и вы этот акт, ну они сами этот акт передадут в штат Верке, и мы тогда приедем и с вами оформим договор и подключим электричество. Кто идет по такому пути, они потом плачут, например, вот эти инсталитеры, как я их называю, они берут 30 тысяч за то, чтобы, например, в большом доме сделать, полностью привести в порядок электричество. И человек говорит, как это я купил дом, это такие затраты бешеные, как делаем мы, не знаю, может быть, это не пример, мы делаем как. Если мы зашли в дом и увидели это все, мой сын делает полностью все, значит, все штробится, все старые провода вырываются, все новые делаются, вот эти вот ящики с автоматами, если мы пришли, там увидели два автомата, то мы делаем 40 автоматов, чтобы все было надежно, полностью все готово, уже вот все, окончательно выведены все провода, мы делаем, например, там электрозарядки для автомобилей, силовые кабеля прокладываем и так далее, вот мы все это сделали, все это вывели и после этого звоним в сетевую компанию. Говорим, мы купили дом, у нас нет электричества, приедьте и посмотрите, что у нас и как. они приезжают и говорят, так у вас прям тут все идеально, все хорошо, все прямо по нормативам, все как должно быть, мы платим 300-400 евро, оформляется такой вот, как он называется, ну такой, наподобие акта приемки работ и мы получаем договор. Ну кто хочет настрадаться, заплатить много денег, ну идите по первому пути, мы так никогда не делаем, так никогда не заработаешь, если туда 30 тысяч, сюда 30 тысяч, это же денежки, денежки надо, ну, аккуратно тратить. Вот, я вас этому не учила, не учила. Вообще, я вам хочу сказать, что, если вы планируете ремонтом заниматься, тут сильно голову, ну, забивать не надо. просто берете, пишете, какие работы вы хотите выполнять, например, установка окон пластиковых, например, установка жалюзи, например, что там, изоляция фасада, установка дверей, установка, значит, система отопления и так далее. Весь список пишете, идете в ГРБАМ, ты говорите, вот это все я хочу делать. Они смотрят и говорят, вот это все можете делать, вот это тоже, вот это тоже, вот это нужна лицензия. Тут уже ничего не поделать. Но, есть другие варианты. В прямом эфире я больше сказать не могу. Вы на своем авто выбрасываете мусор или заказываете спецтранспорт. Какие лайфхаки по выбросу мусора? Таких видео у меня очень-очень много. Расскажу вам просто прямой алгоритм. Весь мусор платно, либо бесплатно вы его отдаете. Его нужно в Германии разбирать. Нужно разбирать. Только остатки мусора, которые никак не разбираются, они сдаются уже за деньги, как расмюль. И основную часть нужно, конечно, разобрать. Поэтому мы весь мусор вытаскиваем. очень хорошо, когда есть, например, какая-то территория, да, и разбираем. Раскладываем дерево в дерево, железо к железу, электроприборы, электроприборы, там шпермюль, это шпермюль, там все разбираем сначала и после этого начинаем утилизировать. Если, например, это дерево, которое можно, например, топить, просто делаем фотографии и выкладываем на ebay, чтобы люди приехали и бесплатно забрали. Потому что нам надо будет платить 17 евро за что там? За 100 килограмм, что ли? Ой, надо это уточнить у сына. А здесь они бесплатно заберут, они попилят и будут топить ползимы. Вот. То, что касается электроприборов, если они у вас разобраны, то они все сдаются бесплатно, на гружай, привози. Железо можно сдать платно и бесплатно. То есть вот так все разобрали, мы все вывозим своими силами. У нас два прицепа, один такой прицеп, который, ну, не надо разгружать, он высыпает, да, а один прицеп очень большой, мощный, чтобы туда как можно больше набивать мусора. Ну, где-то за месяц, за месяц-недельку очень большой объем работы мы делаем. Ничего страшного с этим нет. лайфхаков очень много, очень-очень много. Так, скажите, мы едем в Германию, можно ли себе для жизни купить дом за 20 тысяч? Конечно, можно, еще не один. Приезжайте, выбирайте на сайте адреса всех этих домов, садитесь в машину и просто ездите. Какой вам больше понравится, какой будете выбирать. куда вывозится мусор? Вот там, где вы приобретете недвижимость, обязательно есть такое мюль-де-панили, у всех по-разному называется, вот пункты приема этого мусора. где-то можно приехать, например, сдать по номерам автомобиля, вот, они поэтому определяют, что вы можете здесь мусор бесплатно отдавать. Где-то нужно показывать прописку, свою, по прописке может проходить. Где-то можно один раз, мы, чтобы максимально больше вывезти, мы вывозим утром на разные депани, в разные города, близлежащие, чтобы максимально больше вывезти, чтобы все было чище и чище. Она не договаривает до конца. Да, действительно, потому что есть вещи, которые нельзя договаривать до конца в моем случае. Вот. У меня же есть такие подписчики, которые после прямого эфира мне пишут там до трех ночи, призывают меня к совести и так далее. говорят, что они меня выловят. Вот. Поэтому, конечно, мне нельзя многие вещи договаривать, такие, как, например, налоги и так далее. Как попасть на аукцион? Смотрите, в Германии это не сложно. Заходите на сайт аукционов, выбирайте какой-то объект. У меня есть значит, видео, как это все сделать. Выбирайте какой-то объект, находите стоимость этого объекта, 10% от стоимости оплачиваете и вы идете на аукцион. Нужно только взять с собой паспорт. Многие попадают на аукцион и потом чуть не плачут, потому что пришли, взяли с собой вид на жительство немецкий, например. Все по паспорту. Нужно, чтобы у вас загранпаспорт. Это поможет. на 5000 за первую покупку придет счет, если джоп-центр увидеть, у тебя деньги были, будешь возвращать. Я думаю, что возвращать может быть придется не только за этот год и за предыдущие, если были такие пособия. Поэтому не используйте прямые вот такие вот покупки. Там можно по-другому сделать. Расскажите, пожалуйста, подробнее, что задать в поиске на сайте, чтобы найти недвижимость на аукционе. Я ничего не забиваю. Действительно, сайтов аукционов 80, они все отличаются по удобству. Ну, например, как я определила. Есть сайты, которые можно переключить и язык, например, на немецком, на французском, на английском языке. Есть сайты, когда можно сделать перевод на русский язык и тоже как бы прочитать, все будет понятно. Есть сайты, где выкладываются бесплатно гутахтанная оценка. Для меня это самые первые сайты, что не нужно платить за оценку, можно ее бесплатно скачать. Есть сайты, где есть фотографии и так далее. То есть, какой сайт вам понравится, я уже долгое время пользуюсь сайтом Ферштайгернпоу. Вот этим сайтом. А остальные сайты только в редких случаях. Например, если какой-то объект ищешь по Баварии, то на этом сайте ты не найдешь. Надо там уже баварский сайт брать в аукционах. В поиске ничего не запиваю. Но, как я сейчас помню, там поиск всего четыре. На каком сайте я занимаюсь. Это первичный аукцион, вторичный аукцион, аукционы, которые сняты и новые объекты. Вот на том сайте четыре таких фильтра. Значит, в Германии на аукцион регистрироваться не нужно. 10% оплачивайте и можно идти. И налог будет платить 50% с прибыли, не забывайте. Так, кто у меня там еще пишет? Юрий? Смотрите, максимальная ставка спекулятивного налога 45% в Германии. Когда она наступает? Вот такая максимальная ставка. Когда ваша прибыль, не доход, а прибыль будет больше 250 тысяч. Но, если вы с объекта 250 тысяч получаете прибыли чистой, то 45% придется платить. 50% такой ставки нет. Слава Богу. Ну, я вам порекомендую, Юрий, если вы так волнуетесь по поводу налогов, можно открыть фирму по продаже недвижимости, да, либо с недвижимостью связанную в Монако. Там можно открыть любому человеку, хоть ты с Румынии, хоть откуда, можно приехать в Монако такую фирму открыть. Налогобложения ноль. Использовать такой лайфхакт. Семинары примерно один раз в месяц. Примерно. Можно ли продать дом без ремонта купленный на аукционе? Конечно. Если нормальное состояние, вы когда будете этот дом выбирать, вы уже должны сразу знать, как вы на этом доме заработаете, на чем. Если там крыша плохая, вы можете сделать сами крышу и на этом сильно сэкономить. Вот ваша как бы возможность дохода. Если, например, этот дом на каждом этаже по квартире, и вы разделите по квартире на этот дом, ваш доход в три раза увеличится. Вот. Это тоже один из лайфхаков. Нельзя так просто прийти, купить какой-то объект, а потом сидеть и думать, вот зачем я купила, да что я буду с ним делать. Вы должны сразу уже знать, что вы будете с ним делать. Бывают такие объекты у меня и вот у моих знакомых. Мы смотрим на этот дом. Крыша в порядке, окна в порядке, состояние нормально. Как мы на нем заработаем? Никак. Мы не знаем, как на нем заработать. Такой объект не покупаем. Спасибо большое. Вы, пожалуйста, отключитесь. Давайте я вам помогу. Ага. Все. Сейчас все будет у вас, Юрий, нормально. Так. Спасибо большое за подарки, за лайки. Можно ли просто прийти на аукцион без записи термина? Очень хороший вопрос. Действительно, вот когда был коронавирус, то было такое время, что вот людей не пускали, да, на аукционы за коронавируса. Потому что, помните, как людей рассаживали на расстоянии и так далее. Сейчас вроде все спокойно и на такие аукционы приходить можно. Потому что судебные аукционы это публичные аукционы. публичные. Поэтому приходить можно без термина. Что значит в убыток? Вот это и значит в убыток. Сделать маленький убыток. Оказывать или помощь в покупке недвижимой? Если да, то какая сумма таких услуг? Нет, такие вот услуги оказывают маклеры. Я не маклер. Я, недвижимость это мое хобби, я уже 31 год занимаюсь этим и надеюсь, что и дальше буду заниматься. Я хожу на судебный аукцион для того, чтобы получить адреналин, хорошую дозу адреналина, все это, омолаживание всего организма и восстановление всех нервов. Вот. Я никакие деньги не беру и объекты не подыскиваю. Вот когда я какие-то выкладываю объявления в ТикТоке, откуда те объявления появляются? Я каждый вечер смотрю на одном сайте, на втором, на третьем. если какой-то появился более-менее недорогой объект либо интересный для меня объект, мне его не жалко, я его выкладываю в ТикТоке. Вот. Не то, что я специально как-то ищу. Ну, появился какой-то, например, там за 5-10 тысяч объект, мне он не подходит, но я его выкладываю в ТикТоке, кто-то, да может, его купит, кому-то подойдет. Я бы так сказала, вы можете заниматься этим бизнесом, но вольно-невольно у вас появится команда рядышком, потому что одной вам будет тяжеловато, да и вообще вот вдвоем поехать на аукцион, поехали на аукцион, сходили, потом в кафе перекусили, что-нибудь там, ну, как бы это, такое-то, такие приятные моменты. Поскажите, пожалуйста, как пойти на аукцион без вноса по гарантии, как это можно сделать? Хороший вопрос, давайте сейчас отвечу. Смотрите, у нас несколько способов, да, как можно заплатить первоначальный взнос для участия в аукционе. Первый способ, самый простой, это когда вы делаете перечисление со своего расчетного счета. Вот это вот самый первый способ. Второй способ, это когда вы можете оформить банковский чек Бундесбанка. Это тоже можно сделать, только этот чек нужно оформлять, чтобы у вас было время в запасе, потому что он делается от трех до пяти рабочих дней, до него нужно оплачивать. Вот мне писали подписчики, где-то 25 евро брали, где-то 40 евро брали. По-разному. Но вы заранее можете узнать и выяснить. Вот то, что вы написали, это банковская гарантия. Кто ее делает, кто ее использует. Ее используют те люди, которые сразу рассчитывают на покупку недвижимости с помощью финансирования кредитных средств. Как это по факту происходит? Вы, собрав все свои документы для кредита, оформив заявку для кредита, делаете термин, приходите и говорите, что вы планируете покупать недвижимость, пока у вас конкретного объекта нет. И банк, посчитав ваши доходы, расходы, определяет, что вы, например, можете взять кредит, например, в 70 тысяч. Ну, к примеру, я говорю. Вот на эту сумму он выдает вам банковскую гарантию. Это такой документ, за который нужно оплачивать где-то 500-700 евро. И этот документ позволяет вам не только 10% оплатить на аукционе, просто вы ее показываете, и судья говорит, да, 10% этих денег хватает, что 10% оплатить. Но и в дальнейшем по этой банковской гарантии погасится остальная оплата за этот дом, или то, что вы покупаете. Можете использовать. Есть еще другие варианты, такие как инсалю, как оплаты третьих лиц. Еще варианты есть, то есть как бы, когда будете глубоко копать, то выберите какой более-менее подходящий для вас вариант, будете его использовать. Купи мой дом, 730 тысяч продаж за 1 миллион. Зачем мне ваш дом? Мне не надо. У меня столько объектов, вот сейчас продажи, очень же много в Германии, только на одних судебных аукционах продается каждый год в Германии от 32 до 35 тысяч объектов. Тут очень много таких объектов. Так что не переживаем, никакой конкуренции нет, всем хватает объектов. Только надо не лениться ходить на судебные аукционы. На аукционах пишут 5 десятых, 7 десятых. Что это означает? 5 десятых, 7 десятых, это говорит о том, что этот аукцион первичный. Если более так переложить на обычное объяснение, то на первичном аукционе можно купить любой объект не ниже 50% стоимости, 5 десятых. Когда на аукционе дают ставку 50% за этот объект, судья обязан обратиться к представителю кредиторов, обычно в Германии это суд, суд Грубанк является представителем всех кредиторов, мелких. И он во время аукциона должен ответить. Разрешает, либо отдает он этот объект за 50% от стоимости. То есть нужно принимать решение представителю кредиторов прямо в зале суда. На что он ориентируется, что он делает? Самое первое, он смотрит, высока ли стоимость этого объекта, как много человек внесли 10% стоимости, как часто делаются ставки, какой шаг ставок. Может быть такое, что объявили время ставок, прошло полчаса, никто ставку не сделал. Полный зал сидит людей, просто пришли расслабиться, пронаблюдать ситуацию. И если банк говорит, да, я отпускаю за 50%, тогда вы 5 десятых выкупили. 7 десятых это когда 70%, когда дали ставку 70%, после этого банк уже никакого влияния не оказывает на суд. Очень часто на судебных аукционах бывает так, что кто-то из зала встает, подходит к представителю банка и говорит, пойдемте выйдите в коридор. И выходит. Все там шумят, что случилось, что произошло, почему он с ним пошел или там не пошел, что-то в этом роде. Это обычный процесс на аукционе. Каждый, кто сидит в зале, может представителям кредиторов переговорить. Кто-то возвращается после этих переговоров в зал и продолжает делать ставки, кто-то уже не возвращается. Мы тоже такое используем, да, в ответственных аукционах мы тоже так делаем. Пытаемся договориться с кредиторами напрямую. Напрямую. Это возможно. С такими домами вообще связываться нельзя. А мы с удовольствием связываемся, покупаем и продаем, зарабатываем. Что же с ними не связывается? Вы пошли, нашли объявление в Кляйном Сайге дом за 15 тысяч, купили его. Через полгода узнаете, что надо платить еще 100 тысяч старых долгов. На вас их повесили. А мы, когда идем на аукцион, мы знаем, что долгов 100 тысяч. После аукциона они будут все списаны. Все. И мы списали долги и сразу у нас получается прямо лакомый кусочек такой. Объект без всяких обременений, без старых долгов. Такой объект быстренько купят, даже если он без ремонта. Главное, чтобы место было хорошее. Мы связываемся и будем дальше связываться. Сейчас я делаю такие попытки ходить на аукционы в Швейцарии. Пока нечем похвастаться. Нечем похвастаться. Но вы же меня знаете. Я все выясню, все разузнаю и все буду покупать. Вот. Так что нужно время. Нужно время. Понятно. Добрый вечер. В каком городе семинар? Город Пирма-Сенс. Это бывший французский город. Когда вы заявку оставите на почте, вам полностью ответят. Как долго вы учили немецкий язык? Я немецкий язык учила только 6 месяцев. Когда приехала в Германию, проходила интеграционный курс. Я прошла интеграционный курс, получила документы, что я его закончила. Сразу сдала экзамен на сертификат B1. Сразу сдала экзамен на гражданство. Все. Это было в 2016 году. И после этого у меня нет контактов с немцами. Ни с мужчинами, ни с женщинами. Я не хожу на работу, где есть немцы, которые говорят на немецком языке. Я немецкого языка не знаю. То есть, когда я сдавала B1, может быть, у меня какой-то B1 был с натяжкой, так сказать, с натяжкой. Но по факту у меня немецкого языка нет. Я надеюсь, что я познакомлюсь с мужчиной, который не знает ни одного русского слова. И я вольно-невольно, с страданиями выучу немецкий язык. Хотя немецкий язык мне нравится. Я, в общем-то, пару слов, которые знаю, я с удовольствием на немецком языке говорю. Так, я не вижу вопросы. Опять ко мне подсоединяются. На сайтах много фахверковых домов, памятников архитектуры. Не все они памятники архитектуры. Если памятник архитектуры, конечно, там надо внимательную информацию собрать. А если это обычный фахверковый дом, просто его можно снести, если земля под ним дорогая. Либо не покупать такой объект. Потому что люди, кто покупает такие дома, они знают, что с ними делать. На аукционах большая конкуренция? Ну, я бы сказала, что нет. Небольшая конкуренция. Но я работаю-то в дешевых землях. Если, например, в Мюнхен поехать, в Берлин поехать, там конкуренция будет большая. Это так оно и есть. А здесь у нас в обычной Германии тут конкуренции большой нет. Когда я была на первом аукционе в Швейцарии, то тоже, значит, у тех, кто там был на аукционе, у них был шок. Они прямо смотрят и говорят, вы кто? Кто вы? Вы откуда? Как вы узнали про судебные аукционы? Как вы дорогу нашли? И так далее, и так далее. То есть здесь всё в Германии попроще. Людей очень много. Я вам сразу скажу так. Вот пришли на аукцион. Видите, что, например, есть какой-то дом. Вы планируете за него отдать, например, 50 тысяч. Если цена стала больше 50 тысяч, не делайте ставки. Это уже дом не первый, не последний. Таких домов очень много. Не делайте ставки. Пойдёте на следующий аукцион и купите не за 50 тысяч, а за 25, например. То есть это должен быть такой лёгкий, такой позитивный процесс. И не думайте ни при какой конкуренции. Но надо и голову не потерять, чтобы не понесло, не понесло. Потому что мои ученики, которые узнали, как это работает, и вдруг иногда их несёт голову, они покупают за большие деньги, а потом по факту этих денег нет. И они теряют эти дома, которые приобретены. Спасибо большое. А насколько дороже вы продаёте в процентном отношении? Я уже говорила сегодня, что если дом по высокой стоимости, то там в процентах. Если дом недорогой покупали, там в разы. Знаете из математики, да? В разы. Когда более 100%, там 200, 300, 400%. Немец знакомый сказал, что даже не слышал такого. Невозможно за 20 тысяч купить и жить в нём. Это нормально. Абсолютно нормально для немцев. Вот. Абсолютно нормально. Для обычного немца, да, если он, например, молодой немец, ну, как я наблюдаю, да, вот за время проживания в Германии. Спасибо большое. То минимум 100 метров надо, чтобы одному человеку проживать. Вот минимум. Если уже он немножко поработал, да, может брать кредиты хорошие, то немцы стараются купить уже нормальный большой дом. Либо, значит, новостройку, какой-то, ну, современный объект. Такие дома за 20 тысяч, которые там сто лет и так далее, они, конечно, покупать не будут. Да, я думаю, что этот немец, который вам сказал об этом, я думаю, что он работает только за свою заработную плату, ездит на Старом Гольфе, и всё у него, как бы, особо ничего за последние 10 лет не менялось. Я думаю, так. Сейчас я вижу, да, на судебных аукционах появляются уже молодые немцы, которые умудряются учиться где-то в университете, да. Здесь, знаете, что в Германии учатся очень долго. 35 лет заканчивают университет, это считается нормально. Вот нормально абсолютно. Я в 23-го закончила академию, и мне казалось, что, ну, вот это я уже много учусь уже, а здесь в 35 еще не только, это нормально. Поэтому молодые немцы, да, они учатся и параллельно уже ходят на судебные аукционы и покупают. Это очень мне нравится. В Чехии тоже есть судебные аукционы, никакой проблемы нет. Хорошо. Как вас найти на Ютубе? Ну, как всех находят. В моем профиле в ТикТоке есть такой значок Ютуб. Нажимаете туда, на стрелочку эту, и попадаете на Ютуб канал. Вот все сразу. Вот сейчас, который я провожу, прямой эфир, я его тоже, если там в конце попросят, например, выложить его на Ютуб канал, я его выкладываю. Если не просят, я его не выкладываю. Раньше выкладывала каждый прямой эфир, потому что в каждом прямом эфире есть какая-то полезная информация, и кому-то она очень важна. По регистрации я уже ответила, да, что в Германии регистрации нет. Что это за глупость сейчас на лице? Не имеют права. Не знаю, кто не имеет права. Я считаю, что в Германии, наоборот, очень много прав, очень много возможностей. Для меня Германия прямо вот родная такая, комфортная страна. Я живу в ней в полную силу, не страдаю, не переживаю, даже не знаю немецкий язык. В Германии можно самому провести всё, но подключение счётчику должны делать только специализировать. Так оно и делается, да. Так и делается. У сына есть лицензия, либо образование. На данном этапе, да, его работы ни то, ни другое не требуется. Спасибо большое. Я вам рассказываю очень кратко, потому что вы сами понимаете, что прямые эфиры, они для новичков. Кто новички? Вот можно весь мой ТикТок просмотреть, там есть полностью ответы на все вопросы. Но все они разбросаны в небольших консультациях, в видео и так далее. И чтобы всё это собрать, нужно время, да. Вот. На прямом эфире эта же самая информация слегка обобщается и даётся в более таком, ну, доступном, быстром контексте, если правильно сказала. Обязательно знать немецкий язык для данной деятельности. Ну, я не знаю. Я занимаюсь этим ежедневно, ежемесячно делаю покупки, продажи, сильно не переживаю по поводу того, что я не знаю немецкий язык. Вот давайте обсудим такой простой вопрос. Вот вы не знаете немецкий язык. Вы хотите пойти на судебный аукцион. Для Алипаспорт заплатили 10%, пошли на судебный аукцион. Смотрите. Свою ставку, которую вы хотите сделать, вы можете её на руке написать, на листочке написать, на телефоне показать, там где, на счётной машинке показать. То есть вы свою ставку можете написать. Важно-то проаудировать и очень быстро, какую ставку сделало лицо перед вами, да, либо вообще какие ставки делаются. Чтобы вы услышали ставку. Сами вы сделать можете, а без знания языка услышать вы не всегда можете. Но скажу, это очень просто. Просто изучите цифры, чтобы вы могли сами бегло говорить и быстренько понимали эти цифры, как они, ну, в голову быстренько вам заходили. Если это у вас не получается, значит идёте, берёте с собой друга, соседа, подругу, любовницу, не знаю, детей. Детей можно взять, немецких пенсионеров, все, кто знает немецкий язык. Всё, они вам помогут. Можно приходить, брать с собой 10 человек и ничего такого особенного нет. Так что сильно не переживайте, если не знаете немецкий язык. Скажу вам сразу, что дети, начиная с 5 класса, очень хорошо слышат цифры на судебном аукционе. Очень хорошо. Так, про шифер. Про шифер, я уже ведь рассказывала про шифер. У нас, как бы, на этой неделе, что ли, да, на этой неделе бы есть видео. Посмотрите его там, всё подробно, ну, то, что мы делаем, да, мы написали это, там всё есть. Спасибо большое. Можно ли своими силами полностью сделать крышу, если это для себя купленный объект? Вот я бы так сказала, не только крышу. Если вы владелец объекта недвижимости, то вы, как владелец, и члены вашей семьи могут делать ремонт и какие-то там, ну, работы по этому объекту. Но надо не забывать, что если вы, например, можете делать, но не знаете, как правильно делать, то этот процесс никак не двинется. Надо же знать, как это сделать, чтобы крыша-то была не кривая, потому что крыша должна быть на долгие годы. Вот. И я вам скажу, что раньше мы даже такой лайфхак использовали, когда какой-то объект покупается на продажу, мы делали так, 90% оформлялось на одного человека, а 10% по 1% на каждого из строителей, которые могли приехать либо могли участвовать в ремонте этого дома. Всё, это тоже работает. У него 1%, но он владелец дома, может делать ремонт. А сейчас это не требуется. А раньше вот такой лайфхак тоже мы использовали. Спасибо большое. Так, давайте. Окей. Прибыльный бизнес никто не раскрывает. Зачем вам увеличить себе конкурентов, не пойму. Так, а какие могут быть конкуренты? Смотрите. У меня посыл такой, очень простой. Если я хоть трёх человек, десять человек научу заниматься недвижимостью, значит, я буду уверена, что они никогда не будут знать проблем с деньгами. Их дети никогда не будут бегать, искать работу и находиться в каком-то рабстве. Они все будут хорошо зарабатывать. Пусть даже десять человек. Мне вот Бог за это всё воздаст. Понимаете? Я не знаю, пока я не прочувствую никакой конкуренции. Поэтому я не переживаю. Если вам как-то страшно конкурировать, то не говорите никому. скрывайте всё это. Надо заплатить заранее 10%. Это действительно так. Я не знаю, откуда у вас будут оплаты, если это будут из каких-то других стран, да, либо это будут оплаты от третьих лиц, такое может быть, да, то надо заплатить намного раньше и обязательно проверить, чтобы эти деньги не просто ушли со счёта, да, у вас есть платёжка, что ушли со счёта, а были зачислены прямо на счёт суда перед аукционом. Если квартира 1900 года, наверное, и Денгмаль брали вы, но у меня весь призрак такой, в призраке один из квартир, весь дом, Денгмаль шутц, весь дом, абсолютно. Ничего такого особенного нет. Квартиры сначала я купила, потом я уже их продала, потом те люди уже продали снова, уже третья продажа прошла. Какая тут проблема? Я не вижу ничего такого страшного. Сколько объектов вы уже покупали? Очень много. Я их даже не считаю давно уже. Не считаю. Не забывайте, что когда покупаете дом, вам иногда даже возможность не будет внутри посмотреть. Это не то, что не посмотреть. Это принцип аукциона. На сайте аукционов вы нашли какой-то объект. Там есть точный адрес, улица, номер дома, индекс, название города. Вы можете сесть, поехать этот дом, посмотреть поочию, обойти его, заглянуть там в окна и так далее, посмотреть его насколько возможно. А то, что внутри этого дома, это все написано в таком документе, как Гутахтен, оценка дома. Вот там все будет написано, что там внутри, там будут фотографии, там будет написано, когда что меняли в этом доме, в каком году и сколько-то еще будет нормального состояния. То есть, эта вся информация есть. поэтому я, значит, дома, которые за 20 тысяч, я уже не ещу, не смотрю. Ну, купится, да купится, а нет, так и нет. Спасибо большое. Я живу в США и хочу купить дачу возле лыжного курорта в Швейцарии либо в Австрии. О, классно. Покупайте обязательно. Я только не знаю, можно ли из Америки лететь в Швейцарию. Вот этого я не знаю. Наверное, вы должны лететь на Франкфурта Майн, а с Франкфурта уже на Цюрих. Я думаю, что вот в этом направлении. Смотрите, вы будете для Швейцарии иностранца. Сразу скажу, что в курортных местах для иностранцев практически любых иностранцев, да, немцы иностранцы для Швейцарии, румыны там, американцы, все иностранцы для Швейцарии. В курортных местах не купить объект иностранцу. Где-то можно купить, но есть квоты, да, например, 3000 таких вот продаж иностранцам, например, в году. Вот так может быть. И в Швейцарии это чуть подороже. В Австрии это, конечно, все дешево, там таких квот нет, разрешения получать иностранцам не надо и дешевых объектов очень много. Некоторые районы, да, горные Австрии ничем не хуже в Швейцарии. Если вы, например, не хотите ехать в Швейцарию, чтобы заработать там большую, большую пенсию, да, на старости лет, либо получать хорошую зарплату, просто отдыхать, то и в Австрии можно хорошо отдыхать. Там тоже очень хорошо. Добрый вечер. Можно ли открыть фирму по ремонту собственного дома? Зачем? Куда вам эта фирма? Вы вот фирму открыли, за два месяца ремонт сделали, а потом фирму будете закрывать очень долго. Заявление-то его примут быстро и, например, вам скажут, например, там 3-4 дня и фирма закрыта, но проходите все проверки, камеральная, документальная проверка, встречная, выездная проверка. И, ну, это очень будет сложно. Вы сами не справитесь, вам нужно будет нанимать что-то ибератора? Одного. Так как они без души, то может быть и второго, и третьего. И это вам выйдет не экономия, а еще больше выплат, затрат. Я не вижу смысла никакого, для чего вам это открывать. Купили дом, берите машину, цепляйте прицеп, поехали, купили материал и давай все делать, ремонтировать. Для чего вам фирма-то? Ну, чтобы похвастаться, я купил дом, я открыл фирму, сейчас я буду делать ремонт. Вам не надо-то никому как бы хвастаться. Делайте, да делайте потихоньку. Вот и все. Вот и набенд. Кстати, когда в Швейцарию приезжаешь, первое время так непривычно. Идешь так, гуляешь вечером, и все у нас говорят, например, Гутенавенд или Абенд в Германии, а там говорят просто Аббек. Я первое время привыкала Аббек. Какая конкуренция на аукционе? Для опытных людей на аукционах конкуренции нет. Семинар будет на русском языке и только по Германии. Спасибо большое. 10% возвращаются без всяких удержаний примерно у нас вот 3-4 недели. Где-то в судах быстрее, где-то чуть подольше. Где вы сейчас живете? Я живу в Швейцарии, но именно в текущий момент, где я провожу прямой эфир, это в Германии, потому что я приехала сейчас забирать своего ребенка уже, перевозить в Швейцарию. У нас, я уже говорила сегодня, да, у нас каникулы начинаются 20 октября, мы доучились до каникул, теперь нам уже можно ехать. Так, в какой земле дешевые дома, кроме Заксон? Я вообще не знаю, в Заксоне там дешевые или дорогие дома. Я работаю по двум землям, вот Зарланд и Райнафальц. У нас здесь дешевые дома. Приезжайте все покупать. А почему после аукциона долги с дома списываются? Мы для этого идем на аукцион, чтобы долги списали. Кто же их платить-то хочет? Мы же платить не хотим долги. Вот я рассказывала вам про виллу. Я покупала такой объект с кодом, таким названием вилла. Купила ее, по-моему, там за 16, что ли, тысяч, не собью сейчас, если точно помню. А когда уже после покупки, там, через несколько месяцев пришло мне Гунбуха Усцук, я читаю, долги по этой вилле были 250 тысяч дойча марок. Представляете? За каждым же объектом есть долги. А кто должен их платить? Кто? А когда пошел на аукцион, долги списались и тогда уже дышать-то легче становится. Где найти такую информацию в Германии? Как я уже говорила, зайдите в мой ТикТок. 300 минимум сайтов, не сайтов, а видео с названием сайтов, со ссылками на сайты. Видео, где я прямо сижу за компьютером, показываю, куда я нажимаю. Видео, как найти сайты аукционов и как найти 10% куда оплачивать. Все есть. Все есть. Вы, наверное, первый раз у меня на прямом эфире, поэтому еще не знайте, что я два года веду ТикТок только на эту тему. И поэтому за два года столько людей у меня в подписчиках, да, и все они у меня спрашивали, я все отвечала и все это сохранила. Можно ли на судебном аукционе купить дом с долгами или всегда без. Значит, первоначально дома, которые попадали на судебные аукционы, это были дома, по которым не были выплачены кредиты. И до сих пор кредитные долги списываются 100%. 100%. Но есть долги другие. Например, если этот дом попал в задолженность, например, в том случае, когда есть большие потери в бизнесе, например, либо по разделу имущества, вот там некоторые долги будут не списаны. Но эта информация не скрывается. Прямо на судебном аукционе скажут, вот такая сумма долга будет списана, вот эта сумма остается, вы ее должны заплатить. И вы уже сами решайте. Готовы платить эту сумму, большая, она для вас маленькая, выгодно, невыгодно, вы уже должны определить сами. Вот. То есть информация по долгам не скрывается. Сколько, смотрю, в Кляйной Сайге ни разу не видел дом за 15-25 тысяч. Господи, кто вы у меня, кто вы, напишите свое имя. Напишите свое имя. Я вам оставлю свой WhatsApp. Я прямо лично с вами зайду и покажу. Таких домов 300 домов примерно в месяц. Примерно 300. Зайдите за мой вчерашний день. Я вчера выкладывала видео. Я просто боюсь, что я вас не найду, чтобы вам это видео переслать. Я прямо выкладывала значит, видео. Я сижу, нажимаю Кляйной Сайге, что я вставляю в строку поиска. Ну, что вы, прямо как это, ну, неродной. В Голландии я не пробовала, но там тоже есть аукционы, тоже можно покупать. долги списываются. после аукциона, Владимир, но не в тот же день, да, примерно 3-4 месяца. Ну, это будет не голословно, не на словах. Это прямо будет грунтбухаусцук, в котором будет написано, что долг в размере таком-то был списан. Во Франкфурте у вас очень дорогая недвижимость. Вас аукционы должны прямо спасать, потому что на аукционах вы хотя бы за полцены можете покупать. там, где крупные города, там надо обязательно ходить на аукционы, чтобы больше было возможностей, шансов купить недорого. Если стою на 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 джоп-центре, могу ли я покупать небольшие объекты, такие как парковка либо гараж. Значит, я вам я вам сразу скажу, что такое объект для джоп-центра. Самое основное так, вот вы купили парковку, джоп-центр говорит, вы купили парковку, вы теперь можете на ней зарабатывать деньги, пособие вы не нуждаетесь. Вот такой подход. Но есть другие возможности, как покупать. На семинарах я об этом рассказываю. Так. Как с вами связаться? Пишите мне под любым видео в Тик-Ток. Если я целый день я где-нибудь ношусь, то вечером я обязательно просматриваю все комментарии и отвечаю. Как один из вариантов пробуйте по доверенности работать. До аукциона можно посмотреть недвижимость. Есть же на сайте аукционов адрес. сделать сделали себе кофе и поехали походили вокруг дома посмотрели что в округе если там магазины съездили туда школу посмотрели если там у кого-то дети есть можете посмотреть и на сайте и на сайте монстр фото значит монстр фото имеется но вы скачайте гутахтон уже бесплатный нажали кнопочку скачали гутахтон там реальные фотки кто кто не находит гутахтоны есть у меня в тиктоке серии какие-то называются там прямо у меня написано как найти гутахтон скачать вся информация в тиктоке есть восточной германии такие цены я вам скажу сразу я восточной германии ничего не покупаю и я там цен даже не знаю не могу вам сказать у меня как-то может быть я не знаю сколько может 4 5 лет уже сын как-то был недалеко от Хали и говорит мама я еду на машине и мне прямо страшно во-первых там высоченные дома такие же как в России и есть и пятиэтажные дома как были такие в России и в этих домах нет света то есть целые улицы пустые как вы там будете покупать дома я не знаю даже ну я надеюсь что не везде тогда я пока не готова такое покупать где я вам советую покупать самые лучшие места для покупки самые наши дорогие земли Бавария Баденбюртенберг если вы на аукционе купите какой-то вырвите объект ну это классно это хорошо дальше все что на границе с Люксембургом золотое просто золотое дно обязательно там ищите объект и покупайте не важно деревня не важно парковка на всем заработать и на любом кусочке земли конечно Берлин это как отдельно у нас категория крупные города для тех кто уже оборотки побольше но для меня самое лучшее место это конечно Швейцария потому что там доходность намного выше чем в Германии и у людей там больше доходов это не последние деньги люди отдают за за уплату недвижимости вот поэтому там проще пойдет коммунальное платеже надо платить если не живешь но все же по счетчикам вам нужно будет платить только хаус гельд это независимо от того живете не живете его нужно будет оплачивать дом за 25 тысяч плюс земля или как вы платите так давайте объясню всем я не знаю из каких вы стран приехали в Германии и Швейцарии это истинная собственность то есть вы покупаете землю собственность она что такое это недвижимость что это такое это связь с землей вы покупаете землю ни в одном договоре купли-продажи у нотариуса не будет написано что вы купили трехкомнатную квартиру в таком-то городе в таком-то доме и так далее на такой-то улице всегда будет написано двести например дробь тысяча значит доля в семейном участке который принадлежит этому дому никогда не будет написано дом вы только землю покупаете всегда если написано двадцать пять тысяч это дом плюс земля ничего не путайте так мне уже тикток говорит вы слишком долго уже в этом прямом эфире если стоимость один евро на аукционе что это значит вот сегодня как раз на эту тему я Ульяна рассказывала это вы вы были у меня на семинаре у вас имя такое редкое Ульяна или не смогли приехать потому что и на семинаре я тоже это рассказываю вот один евро это значит стоимость дома и земли меньше чем затрат на реконструкцию этого объекта что это объяснение вам даст я даже не знаю как вы это поймете но давайте по другому если стоимость например один евро и вы знаете точный адрес то зайдите на кадастровую карту и посмотрите сколько стоит земля под этим объектом либо скачайте Гутахтон и посмотрите стоимость земли под этим объектом например стоимость будет один евро а земля когда стоимость земли под этим объектом вот сто тысяч это самые выгодные объекты для покупки мы купили 10 лет назад старый дом сейчас нам уже за 50 и мы все еще и все еще не готовы я в шоке а что что у вас там не пошло то что что такое с этим домом поделали ремонт если там не идет продали его купили другой получше у меня дома долго не держатся я даже не знаю сейчас нам 50 как-то так грустно так прозвучало сейчас нам 50 можете написать мне в личное сообщение я попробую вам как-то помочь если дом не очень хорошего состояния много турков сирийцев это проблемно это проблемно это проблемно это купят у вас только иностранцы которые не знают этого района они может быть приехали прямо на сделку и не смотрели до этого объект либо не напитались информацией по этому району вот они только купят те кто местный они знают что-то такое район они не хотят там жить не хотят простите как вы ходите на аукцион если у вас нет немецкого языка я хожу вместе с сыном у него скажите пожалуйста можно ли купить дом на аукционе с долгом или они всегда чистые в этом плане но я уже сегодня ответила а как разделить дом на две квартиры чтобы сдать если вы планируете сдавать значит квартиры вы имеете дом например в нем две квартиры и вы хотите сдавать вам делить не нужно ничего просто одна квартира на одном этаже сдаётся другая квартира на другом этаже сдаётся вы единственный собственник для чего вам нужно делить доходная недвижимость это совершенно другое направление делить надо тем людям которые хотят деньги заработать на этом вот в этом ситуация а на доходную недвижимость это не влияет просто сдаёте да и всё 10% от той суммы оценки которая указана на сайте аукционов если вы не выиграете то эту сумму возвращают на расчётный счёт без всякого удержания почему так мало дешёвой недвижимости Баден-Вюртенберг ну я так сказала её действительно мало потому что земля дорогая я не думаю что там люди которые много зарабатывают почему-то не заплатили кредит и недвижимость пошла на судебный аукцион наверняка они всё оплачивают а может быть даже и досрочно но в июне этого года я была на судебном аукционе раз земли Баден-Вюртенберг и купила там квартиру она стоит 30 тысяч евро для Баден-Вюртенберга это чрезвычайно дешёвая квартира вот то есть такие объекты попадаются надо тоже ходить на аукционы да действительно так кто у вас занимается ремонтом объекта это наш семейный бизнес аукцион открытый для всех для всех спасибо большое а как вы продаёте без знания языка покупать обязательно будут вопросы какие вопросы какой например вопрос я не знаю какой может быть вопрос напишите мне какие вопросы вот продажа происходит у нотариуса вот к нотариусу можно прийти с переводчиком это никаких проблем нет к любому нотариусу можно найти русскоговорящего нотариуса таких очень много в Германии если например вы не знаете немецкого языка найдите русскоговорящего нотариуса ваша сделка будет проходить на немецком и на русском языке какие проблемы всё можно организовать желание должно быть этим заниматься а то не знаю язык не буду заниматься недвижимостью зачем им это думать на такие темы занимайтесь да и всё у вас получилось попасть на аукцион в Швейцарии мне получилось последний раз когда я ездила на аукцион попасть на аукцион но его отменили ну вы сами знаете что и в Германии и в Швейцарии это норма для аукционов они могут их объявлять могут отменять когда объект приобретён какие налоги нужно оплатить в недвижимости 4 вида налогов на семинаре я рассказываю подробно а так вам скажу кратко налог на приобретение земельный налог налог на дождь я его называю вы можете по-другому его называть и спекулятивный налог или налог на доходы физических лиц всё других налогов нет можно ли оплатить наличными либо через банк в Германии всё только безналичным путём только иностранцам разрешается в некоторых случаях наличные расчёты а так все расчёты безналичные спасибо большое возможно да что это юг и недвижимость владеют люди определённого социального класса я с вами согласна мало того смотрите как бывает я смотрю какие-то объекты например в Баварии ближе к границам в Швейцарии я понимаю что я там ничего купить не могу состояние дома ужасное цена бешеная высокая стоит пересечь границу в Швейцарии и ты купишь дом гораздо лучшего состояния за меньшие деньги поэтому Бавария у нас она для богатых вот кто богатый покупайте в Баварии а лучше в Мюнхене нужен ли счёт в немецком банке значит счёт нужен но можно и без счёта например если кто-то у вас есть доверенное лицо в Германии которому вы доверяете определённую сумму чтобы он например взял ваши деньги и через свой счёт перевёл в суд на аукцион например либо заплатил потом при покупке нет не напрягает но тут значит нужно обязательно не забывать вовремя от них письма получать вовремя заполнять по моему там раз ежеквартально мы заполняем информацию да вот а так не напрягает спасибо большое я гражданка Турции могу ли я купить недвижимость в Германии без проблем хоть сколько приезжайте покупайте в Испании точно такие же аукционы такие аукционы есть во всём мире но вы когда будете в Испании покупать например так же как в Италии вы должны местные особенности учитывать если вы в Испании покупаете то сами знаете да вы там должны постоянно быть если вы на 3 дня уедете там заселятся уже окупасы и всё вас уже дома нет вот в Италии тоже там в Италии только с северной части Италии так более-менее безопасно кроме Милана в Милане тоже мафия и а юг середина Италии там конечно мафия там на всю катушку спасибо большое вам тоже какие-то какие сайты для покупок набирайте очень просто иммобили Deutschland и какие сайты появятся будете выбирать какие-то из них будут более любимые какие-то нет если вы хотите на сайте аукционов найти то там находить просто набирайте слово цвангфиштайгером запомните это слово это слово может принести очень много денег и круто-круто изменить вашу жизнь возможно даже круче для некоторых чем бета-версия которую сейчас все рекламируют и и пробуют делать спасибо за вопрос очень интересно вас слушать вы ходите почаще в эфир так я не могу почаще выходить Сергей я сейчас эфир закончу и начинают меня бомбить маклеры зачем вы обучаете людей зачем вы об этом рассказываете зачем вы даете им какие-то возможности какие-то то что они могут это сами сделать как мы должны работать нам нужно зарабатывать деньги вот не знаю что сказать даю информацию кто может учитесь все пригодится вам пригодится если у вас дети есть взрослые представляете как у детей когда вы будете заниматься недвижимостью как ваша значит оценка у детей возникнет и дети ваши научатся недвижимости никогда не будут искать работу а вы никогда не будете переживать что у них нет работы либо там их обижают на работе на что обращать при покупке это примерно 2 часа нужно рассказывать вот примерно так много разных нюансов так шпаркасты 4,6 да у кого кредит давайте дотерпим до конца января будем надеяться что-то изменится не забывайте про фердеринг если у вас есть маленькие дети 2-3 маленьких малыша вы можете использовать льготный кредит через фердеринг это где-то 0,01% на семинарах мы про все фердеринги тоже рассказываем обязательно это используйте сколько в среднем длится перепродажа ну если хорошо поработать то за 2 месяца можно уложиться я так не делаю все идет своим чередом ни шатка ни валка чтобы можно было и отдохнуть и куда-то поехать и вот так чтобы не напрягаясь где-то дом примерно 6 месяцев а квартира чуть-чуть побыстрее в Швеции тоже есть аукционы я не знаю шведского языка не была в Швеции ни разу вы в Швеции живете все я по вам приеду мы с вами быстро найдем аукционы переоформление документов в среднем 6 месяцев в Германии но оно идет само собой вам уже переживать не надо подписали договор купли-продажи у нотариуса все дышите ровно скажите пожалуйста я могу сам себе построить дом на своем участке при строительстве нужно там тоже много таких нюансов тонкостей ну вот как в вашем простом вопросе если вы купили участок Баугрунштюк есть там подключение к этому участку возможно есть адрес возможно там и старые какие-то есть ну развали иногда либо вот дом какой-то старый вы можете нужно оформлять разрешение на строительство у нас это делается не быстро иногда до 8 месяцев пробуйте пробуйте в принципе построить можно может быть какие-то работы если вы например захотите чтобы вам компенсировалось из бюджета Германии до затраты вот в таких случаях надо чтобы был официальный договор а если сами себе достойте пожалуйста ближайший семинар 14 октября у меня один объект от покупки к авансу на продажу 5 дней так я знаю кто мне это пишет пишет моя умница одна из Мюнхена ну нам до вас еще далеко профессионально занимайтесь этим а у нас пока хобби но вы большая молодец вот я сегодня выкладывала видео да где мы делали ремонт в квартире 1844 года ремонт вышло 23000 евро вот прямо конкретно показала квартиру но я не все показала одну комнату ну примерно вы можете представить может быть и 5 месяцев вы же ко мне приезжали на самый первый семинар который был в Швейцарии да или в Бадене он был или в Цюрихе был на самый первый семинар вы приезжали вот сейчас все слава Богу хорошо все работайте скоро я буду вас учиться молодцы что продажа за продажей идет я в Швеции искала не нашла приезжайте в Стокгольм вы так никогда не пишите потому что я же такая я могу сорваться я могу приехать в Стокгольм к вам это для меня вообще не проблема я же хотела ехать на Маврики сын сказал ты не поедешь нет все забыли про Маврики ты никуда не поедешь ты там утонешь тебя укусит змея потеряешься свалишься откуда нибудь на Маврики никак вот так у меня уже зарядки мало так что нужно делать чтобы выгодно и быстро продать недвижимость обучаться нужно и практиковать все два термина так в Черногории тоже есть аукционы Валентина вы же давно уже у меня в ТикТоке ну как ну наверное скоро буду уже искать сама аукцион и вам выкладывать потому что я вижу в Италии ищут значит в Черногории ищут во Франции ищут в Австрии ищут спасибо большое вот согласна семинар только личная встреча можно ли снести и поставить быстро монтирующий дом типа СИП-панели смотрите давайте кратенько скажу что такое снести дом в Германии я не скажу про все земли вы когда будете планировать это дело да снос этого дома вы загуглите в своей земле где это можно узнать заходите в интернет это ваши гемайды находите Бауамт и смотрите снести дом на немецком языке так вот там прямо значит в наших землях вот район Фальсе в Зарландии заявление на снос дома носит как это сказать информированную что ли характер да вы можете заполнить заявление что вы такой-то владелец вот такой-то объект ваш дом и вы хотите его снести больше вас ни к чему-то не обязывает просто известите об этом гемайды вот не надо ждать подтверждения от гемайды что да мы согласны в принципе неплохо давайте сносите вот это не нужно просто известите можете известить но не сносить этот дом тут уже зависит от вас вот если даже вы делаете какой-то такой быстро монтируемый дом все равно нужно получать бау-генемигу в Германии даже если вы делаете палатку больше двух метров устанавливаете себя в ограде вот такую натягиваете палатку например как склад например да например машину загонять туда вместо гаража да тоже нужно бау-генемигу но это страшного ничего нет просто находить и оформлять его как попасть на семинар записаться на мою почту и оттуда придет информация по семинару по-моему позавчера я выкладывала видео запись на семинар этой информации в тиктоке очень много спасибо большое мне тоже очень приятно что у меня есть такие ученицы которые прямо реально ухватили всю информацию и работаете семинар будут проходить в городе Пермосенс выгодно нанимать людей для ремонта или делать собственными руками конечно собственными руками вы тогда только тратите на деньги на покупку стройматериалов но не забывайте когда вы будете много-много делать таких закупок вы дойдете до такой же скидки как у нас 30% что делать если дом исключили из жилищного фонда ну я с таким ни разу не встречалась но знаю что такое может быть в каких случаях например вот вы купили жилой объект по всем документам этот дом вы заходите и смотрите потолки очень-очень низкие то есть это за пределами строительных норм в вашей земле в вашем городе например должно быть 2.30 а у вас метр 80 все это не жилое помещение нужно искать какая причина почему исключили либо сносить этот объект либо его доводить до жилого помещения обычно это снимается верхний этаж и увеличивается значит высота потолков в каких-то случаях по-другому так кто едет еще на Маврики меня не пускает привет из Венеции я не знаю у вас там такая особенная недвижимость в Венеции я даже не знаю как ее покупать не страшно как попасть на семинар записывайтесь на мою почту у меня много видео я могу сегодня еще под каким-то видео выложить информацию где можно записываться спасибо большое да все там есть в Италии можно купить от 15 тысяч евро можно купить и дешевле но это будут горные районы да где нет инфраструктуры я бы так сказала так так рада знакомству с вами я тоже рада так я наверное буду завершать прямой эфир потому что когда прямой эфир очень большой тикток его не может заархивировать а все-таки может кому-то эта информация будет полезна я может быть выложу его на ютуб а если покупать для себя подходит ли такая недвижимость либо лучше искать что-то в хорошем состоянии ну что значит хорошее состояние так садится зарядка сейчас я сейчас подключу что значит хорошее состояние вот какой бы вы объект не купили если вы для себя его хотите оставлять вы в любом случае будете там делать капитальный ремонт перестраивать и так далее и так далее поэтому в вашем случае я бы сделала так например вы купили объект какой-то вы хотите еще ремонтировать вам опять нужны деньги а не проще ли сначала купить какой-то объект купили продали денежку заработали отложили снова купили продали денежку отложили дальше пять таких покупок и в дальнейшем покупаете объект для себя и у вас еще деньги будут на путешествие съездить куда-то и деньги на ремонт ну чтоб не в обтяжку чтоб как-то ну сделать все что вы хотите в своем доме для этого надо денежек заработать сначала как приехать к вам на личную встречу приезжайте у нас личная встреча была 14 октября обязательно приезжайте так приезжайте да всем рады приезжайте у нас это такой волнительный момент я конечно не могу сказать но как-то я чувствую что на этом семинаре мы купим торта может быть два больших торта и может быть даже как-то отметим потому что я вижу что число моих подписчиков приближается к 100 тысячам и думаю что будет повод на семинаре если 100 тысяч будет как-то уже немножко и отметить если у дома нет хозяина нет наследников он запрошен и сказать куда обращаться узнать о нем смотрите вопрос хороший в таких случаях когда нет ни наследников ни бывших владельцев этот дом курирует местная гемайда по-моему 10 лет она должна за этим домом как бы следить и через 10 лет если никто не объявился да там наследники же бывают разных линий после этого она имеет право этот дом продавать и деньги идут доход бюджета вот смотрите скажите пожалуйста 5% это много или нет я вам смотрите я вам так скажу это немного если у вас будет короткий кредит а если вы возьмете кредит на 25 лет это будет очень много понимаете как а если вы такой взяли кредит например на 20 лет с возможностью погашения его например в течение 3 лет у вас получится тогда немного будет а так представляете 5% на 25 лет это вы 3 квартиры шпаркасе подарите ну что зачем такое делать что я вам скажу если у вас деньги есть свои вот вы работаете на свои деньги если денег своих нет работаем на чужие деньги свои тратим на себя какие появляются вот и все есть кредиты есть люди ваши клиенты потенциальные да которые хотели бы купить дом в Германии например у них есть деньги все получайте свое вознаграждение за хорошо за хорошо выполненную работу это вознаграждение будете потихонечку откладывать и накопите с легкостью на свой дом спасибо большое кто там подсказывает как перейти на мой ютуб канал по Италии я не работаю это мне не интересно мне это не интересно да но в Италии бываю не могу найти город пермасенс для семинаров все города в Германии вообще мы начинаем поиски только с индекса 66 954 и вы его быстренько найдете если дом не продали на аукционе можно ли позже после аукциона его купить если на первичном аукционе не продали объект какой-то то через какое-то время примерно 5-6 месяцев суд будет делать максимально прилагать усилия немножко в порядок провести возможно мусор убрать возможно больше дать рекламы возможно переговорить с кредиторами снижение стоимости и через 6 месяцев будет вторичный аукцион на котором вы можете уже купить этот объект за небольшие деньги так в Норвегии есть такие же аукционы что будет на встрече вы получите когда заявку сделаете на семинар вы получите полный план и в этом плане там все будут вопросы указаны с какого вы города так я сейчас прямой эфир провожу здесь в Германии город называется Щенеберг Кюбельберг так у кого у меня будет день рождения не могу приехать но я вас заранее поздравляю может быть потом получится на следующем семинаре приехать можно можно поговорить с представителем банка можно да на аукционе можно переговорить как обучиться правильно продавать дома я вам говорю что очень много у меня информации выложено в ТикТоке на Ютуб канале обучающих моментов это все бесплатно если вы прямо серьезно настроены вы хотите сделать своим бизнесом тогда нужно приезжать хотя бы на семинар чтобы это вам даст большой толчок и много знаний сразу думаю что семинары еще будут я иногда задумываюсь что не делать семинары потом я начинаю понимать что человек получил какую-то информацию она его эта информация не отпускает ему нужно двигаться дальше а он не может потому что этого еще недостаточно для покупок понимаете все вот эти вот звенья одной цепочки нужно воедино связать чтобы было все понятно семинар будет Германия да это точно как попасть на аукцион находите объект на сайте судебных аукционов оплачете 10% берете паспорт и приходите на аукцион спасибо большое буду заканчивать прямой эфир потому что мы уже очень-очень долго общаемся нам очень далеко к вам ехать только с ночевкой вот у нас приезжает вот сейчас три человека приезжают они тоже будут ночевать у нас вот мы выкладываем там отель приглашение есть отель можете его использовать он недорогой либо найти какой-то рядышком отель здесь недорогая цена в этом городе и вариантов очень много потому что все-таки город оля откуда у тебя столько информации друзья мои я вам пять процентов информации говорю я живу полноценной жизнью я люблю недвижимость я все что касается недвижимости я быстренько вылавливаю и кладу себе на полочку и вам рассказываю об этом так не могу найти вашу почту мою почту знают абсолютно все уже я вам ее напишу после прямого эфира через 10 лет можно выбрать другой процент но до 10 тысяч евро можно в год вносить ну смотрите надо все просчитать сначала просчитать потому что длительные кредиты смотрите почему я против кредитов ну так как бы я сделала я лучше бы купила бы продала бы деньги отложила купила продала и потом бы купила себе без всякого кредита зато я свободный человек а так я беру кредит я должна думать о том что я плачу кредит вдруг какие-то изменения в моей жизни я значит кредит не могла за один месяц погасить у меня забрали этот дом а я за него может 70% уже выплатила я не могу поехать в отпуск я не могу заболеть не могу выйти замуж не пойти в декрет я не знаю там какие могут быть моменты ну это это же не дело это же напряженка вот будет будет ли стрим семинара нет такого не бывает никогда как долго длится семинар начинаем в 10 часов и у нас он где-то до 6 вечера проходит кто там написал что может пользоваться гуглом конечно вот мне говорят мы боимся спекулятивного налога так зачем его бояться зайдите в интернет наберите спекуляционштой Deutschland вся информация прочитали все поняли все чего тут бояться можно с вами пойти на аукцион со мной толку вам не будет потому что я сижу на аукционе и могу ничего не говорить у меня может вообще не вызывать никаких чувств объект который вы покупаете по поводу семинара посмотрите видео давайте я завтра еще выложу видео свеженько да чтобы посмотрели пока на текущий момент 30 человек записалось на семинар но платили вот взнос за регистрацию 50 евро вот только 3 человека не исключаю что только 3 человека и приедет но будем надеяться что побольше приедет добрый вечер скажите если покупать квартирный дом в печальном состоянии в нем живет семья ну как эта семья живет она арендует там либо она является владельцем этого дома вы понимаете что если вы не один владелец вам нужно будет договариваться а если состояние дома печальное то договариваться придется очень тяжело потому что не всегда много накоплено люклага да какие-то работы нужно еще дополнительно оплачивать а если многоквартирный дом то цена это будет высокая поэтому ну смотрите нужно будет договариваться так семинар будет проходить на русском языке спасибо большое спасибо большое хорошо приезжайте приезжайте надеюсь что будет хорошая погода еще семинар будет проходить в городе Пермосенс это земля Райнафальц сколько стоит семинар по Германии у нас цена такая 200 евро от меня 350 километров Анатолий 350 километров это очень маленькое расстояние я еду в Швейцарию например когда в Луган езжу 700 километров я на месте чтобы начать купли-продажи нужно сколько семинаров постить только один только один только один когда нет практики теория мало что дает абсолютно согласна поэтому мы проводим семинар на рабочем объекте мы вам покажем несколько объектов несколько объектов чтобы вам было понятно какое жилье мы покупаем с каким жильем работаем спасибо большое не бывает взлетов без падений чем больше опыта тем меньше ошибок и тем больше денег вы будете зарабатывать я бы так сказала а если купить и сдавать выгодно у меня был такой опыт три года сейчас я считаю невыгодно вот раньше занималась тоже этим так 350 километров недалеко да был ли у вас негативный опыт прямо конкретного такого объекта чтобы я его купила и он не продавался сто лет у меня такого объекта не было вот такого не было у меня был негативный опыт с клиентами с покупателями когда например сделка проходила значит нотариус пишет сделка прошла оплачиваете а человек который покупал дом у него нет денег вот с покупателями вот такое было то есть ты думаешь что уже квартира продана да ты уже планируешь там что-то новое купить ну хотя бы сделать галочку что план немножко выполнен а потом выясняется что у человека нет денег и все возвращается на начальную стадию и еще такой вот негативный опыт я бы хотела сказать что вот даже просмотр объекта приезжают на просмотр объекта пишут на просмотр объекта оставляют свои данные например 8 человек приезжаешь на показ это ехать иногда 60 километров никто не приехал вот такое может быть а в личку можете тоже мне писать как записаться на семинар запись на мою почту вот я после прямого эфира выложу коротенькое видео вы заходите и значит эту почту посмотрите все кто приедет на семинар со мной конечно лично познакомятся в турецких районах нужно покупать дешевые квартиры нет не покупайте если вы новички такой вопрос задаете я думаю что вы новичок вы потом не продадите либо продадите очень невыгодно после прямосенса семинар будет либо в Германии в Баварии да на самом юге если кто-то там будет ну из моих подписчиков будет заинтересован будет его организовать чтобы я только приехала либо только в Швейцарии сколько долго от покупки до продажи если дом примерно 6 месяцев так если после семинара будут вопросы можно к вам обратиться после семинара те кто захотят да они могут записаться на сайт семинаристов там уже очень много людей они общаются контактируются договариваются вместе ездить на аукционы кто-то кому-то переводит да либо значит вместе партнерятся складываются деньгами и все они вопросы обсуждают показывают хвастаются кто что купил когда купил за сколько купил где что оформил но если возникает вот сложный какой-то вопрос то ответственное лицо у нас с этого сайта семинаристов мне этот вопрос кидает я быстренько записываю видео и мы его выкладываем вот это примерно так работает по немецки говорю очень плохо вот очень плохо все буду заканчивать прямой эфир я поняла что вопросов много на какие-то может быть я вопросы не ответила возможно надо больше чаще эфиры проводить сразу скажу что мои прямые эфиры это ведь не разговоры по душам и получается три часа вам говорить иногда бывает сложно вот если бы прямые эфиры были например полтора часа то я могла бы почаще проводить а так довольно тяжело всем желаю удачи жду вас на своем семинаре всем спасибо за подарки буду рада если вы не будете забывать подписываться на меня ставить лайки ну я конечно одну и ту же тему вам рассказываю два года но пока еще есть есть хорошая информация чтобы вам это рассказывать и всех приглашаю заниматься недвижимостью все точно получится даже не сомневайтесь все проверено за долгие годы все работает не только у меня и у других людей кто мне учится спасибо большое спасибо спасибо Продолжение следует...